Франциск знал, что надлежит разуметь под этим великим наименованием, и не смел бы его присвоить, если бы не получил на это указание Духа Святого. В этой общине святой Франциск непременно становится равным среди равных, хотя и почитается как старший брат. Святой Франциск благоговеет перед своими святыми товарищами, как и они перед ним. Об этом неоднократно упоминается в «Цветках». Так о Бернарде из Осизи сказано, что он имел исключительную милость в собеседовании с Богом. И когда святой Франциск однажды, придя к нему, не получил от него тотчас отзыва и обратился об этом с вопрошением к Господу, то получил ответ. «Брат Бернард, когда ты кликнул его, был в общении со мной, и потому не мог ни пойти к тебе, ни ответить тебе. Разве надлежит человеку покидать Бога ради твари?» И сама эта глава третья названа, как святой Франциск смутился, когда, откликнув брата Бернарда, не получил от него ответа. И о брате Сильвестре сказано, что он был в такой милости у Бога, что чего не просил у Господа, получал. А однажды святой Франциск, спавши в некоторые сомнения, надлежит ли ему вести только созерцательную жизнь или и проповедовать, обратился к брату Сильвестре и сестре Кларе, прося их вопросить об этом Господа. «И брат Эгидий назван Божественным». О брате Руфине святой Франциск однажды сказал, «Вы видите Руфина, выходящего из леса. Бог открыл мне, что его душа – одна из самых из трех святых душ, какие только есть у Бога в этом мире». Такие же свидетельства имеются в святках и о других братьях Святого Собора. Апостольская любовь старила между братьями. А если святой Франциск помогал духовно братьям, то по повелению Святого Духа, во время их искушений, как мы выше рассказывали, о явлении дьявола в образе Христа Руфину или об искушении Ричьере. Однако только святому Франциску была открыта та великая цель, которую возлагал Господь на Святой Собор. «Рушащийся мой дом, обнови, Франциск!» И всю ответственность за это, и силы, дарованная братству, и надежда Господа на своих избранников, во всем значении чувствовал только святой Франциск. Поэтому вначале, когда посланные на проповедь братья стали возвращаться к святому Франциску и просить его отправиться в Рим, ибо проповедь была сильно затруднена с законно поставленными священнослужителями, то святой Франциск воскликнул «Братья! Братья! Вы не понимаете воли Божьей, не даете мне обратить весь мир, как это желает Бог, ибо прежде всего я хочу обратить самих прилатов смирением и почитанием». «Когда они затем увидят вашу святую жизнь и наше почтение к ним, то они сами станут вас просить, чтобы вы говорили народу и обращали его ко Христу. И это будет более верный способ, чем привилегии ордена, которые сделают вас высокомерными». Святая истина! Несомненно, такова была воля Божия о соборе святого Франциска. Но разве когда-нибудь воля Божия в ее чистом, откровенном виде принималась греховным человечеством? Никогда! Она всегда искажается немощностью людской, от того в первоначальных общинах христианских, когда в собраниях церкви, имевшая откровение, сообщал волю Божию, то далеко не всегда принималась она собранием. Там существовало правило. Последнее решение зависело от голоса всей общины – тела церкви. Тело церкви инстинктивно угадывает свои человеческие возможности и сообразно этому принимает, вернее, было бы сказать, искажает по своей слабости волю Божию. То же было и здесь. Чистый сосуд Святого Духа Святой Франциск хочет того, что Господь Иисус Христос жаждет о своей церкви. Но братья общины – тело церкви – чувствуют земную тень неудачи, которая начинает уже ложиться на святое дело. Прилаты сами не придут, папы не обратятся к истине. Они себя считают полномочными от Христа выразителями правды, а не святого Франциска. Необходимо идти к ним, чтобы попросить у них разрешения на святое дело Христа. Вот почему Святой Франциск, хотя и знает волю Божию, как бы не в силах преодолеть мнение своих собратьев, и отправляется с ними в Рим, к церковному начальству. И роковая необходимость. Тем предает свое дело в руки младенцев, в лучшем случае. Прежде всего, чтобы явиться к папе за разрешением, общины необходимо представить ее устав. Самое трудное и по существу невозможное для святого Франциска, ибо, как он говорил, «После того, как Бог поручил мне заботу о братьях, никто не указывал мне, что я должен делать, но Сам Всемогущий открывал мне, как я должен жить по учению святого Евангелия». Другими словами, как все духовное, Святой Франциск получает сообразно времени, месту и обстоятельствам живое руководство Святого Духа. Святой Франциск преодолевает неудобство необходимости устава тем, что не составляет точных правил и параграфов поведения, а пишет несколько общих пожеланий евангельского характера. Устав этот впоследствии был до тла уничтожен, мы скажем потом, для чего. Однако сохранилось предание, что он состоял из самых простых слов, трогательных выражений. Следует отметить, что он не заключал в себе никаких текстов из Священного Писания, какими всегда изобилуют все мертвые, мертвенные богословские построения, а также и прямо отвратительные документы, вроде византийской эклоги, род судебника, где изобилие текстов из Священного Писания перемежается с изобилием членовредительных наказаний. Конечно, римским начальством это отсутствие текстов будет сочтено за большой дефект, и впоследствии промах исправят в следующих уставах учеными-схоластами. Нетрудно впрочем представить тебе, что заключалось в уставе. На первом плане стояло, конечно, то изречение, которым братья приветствовали каждого встречного, о чем Святой Франциск сказал в завещании. Господь открыл мне, что мы должны приветствовать каждого встречного, да дарует тебе Господь мир. Ведь и во всех речах своих к народу Святой Франциск и братья прежде всего призывали всех к миру. Далее, в устав Святого Франциска включено было, конечно, наставление, как относиться к согрешившему брату с высочайшим милосердием, а начальнику спешить навстречу и проявить павшему брату всю силу любви, как мы цитировали выше. Было, разумеется, в уставе и упоминание о проповеди святейшей бедности, и что братьям нельзя даже дотрагиваться до монет. Такого рода устав общины о апостольской церкви был представлен папе Иннокентию Третьему, который известен тем, что всю силу своего ума сосредоточил не на мире, а на всякого рода борьбе с королями, императорами, еретиками, всюду возбуждая кровавые войны, а затем на скоплении всех богатств в церкви. Впрочем, по преданию, он не особенно резко выразил свое суждение об устаянице Туо Франциска. «Не сомневаюсь, сын мой, что ты и твои товарищи горите исполнит задуманное, но для тех, кто будет после вас в общине, этот устав суров». Тонкодипломатический отзыв. Мы ведь говорили, что папа Иннокентий Третий отличался светским умом. Кардиналы, на рассмотрение которых поступил устав святого Франциска, выразились гораздо сильнее и кратче. «Идиот! А как проповедник, вредный идиот!» Сохранилось известие, что на этом знаменитом судилище святого один кардинал Колонна воскликнул, «Да имеем ли мы право запретить людям жить по Евангелию? Разве мы не христиане?» Этого одинокого кардинала можно уподобить Никодиму, который в Синедрионе пытался вступиться за Господа Иисуса Христа и получил за это соответствующее внушение. Конечно, на дело святого Франциска было бы наложено запрещение, если бы не произошло непредвиденное, иррациональное событие. Папа увидел зловещий сон. Историк только упоминает о сне папы, не предавая, разумеется, какой добрый позитивист особого значения этому случайному событию и суеверию. Сон такой. Папа Иннокентий III увидел себя стоящим на высоком балконе Латарамского дворца. И вот смотрит он и чувствует, что стены древней базилики Константина как бы от тихого землетрясения шатаются, трещины зияются в сводах. Вот-вот все рушится. Вдруг откуда-то маленький человечек в нищенском рубище, босой, начинает расти и расти, и становится исполеном, и подпирает своды головой, стены выпрямились, и храм снова стал крепок. Этот человек обернулся к папе, и тот к ужасу своему узнал в нем своего недавнего гостя Франциска. Сны бывают разного происхождения. И разное производит впечатление на душу человека. Самый страшный сон может происходить от несварения желудка, и несмотря на весь свой ужас, забывается через полчаса при ярком свете дня. Но есть сны иные. В деле святого Франциска, кроме упомянутых лиц, участвовало еще очень заинтересованное лицо – Бог. Он не мог никак выразить в Риме свою волю, ибо никто слушать его там не хотел. И вот он заговорил с папой на единственно возможном для того языке. И здесь, как и всегда, Господь не навязывает свою волю. Однако сон, посылаемый для вразумления далекого к Богу человека, имеет одну особенность. Он как бы молниеносно проносится через сердце, возбуждая в нем тревогу, ответственности, причувствие страшного суда Божия. И человек не может не исполнить данного желания Божия. Исполнив же, становится опять свободным и далеким от Господа, и совершенно забывает о пережитом волнении, как бы его и не было. То же произошло и теперь. Папа Иннокентий III тотчас призвал к себе святого Франциска и дал ему разрешение на все, что он просил. Утвердил его нелепый устав. Таким образом, антихристов дух, действовавший через этого папу, был бессилен помешать разрешению. Однако, как только было исполнено Божие желание, и папа стал снова свободен, иной дух опять овладел Иннокентием III и постарался, как говорится, всунуть палки в колеса отъезжающему победителю, святому Франциску. Один очень серьезный исследователь жизни святого Франциска и папы Иннокентия III светует, что не осталось никаких известий о дальнейших сношениях папы и святого Франциска. Неизвестно даже, виделись ли они еще. Конечно, таких известий и не могло остаться, ибо, конечно, они никогда больше не виделись, как можно видеться со своим антиподом. Три вещи пожелал папа прибавить к своему разрешению. Что же это были за вещи? На первый взгляд совершенно не опасные без святого собора. Первая цензура – полумонашеское полустрижение братьев. Пострижение братьев. Второе условие – чтобы число братьев умножилось. Кажалось беспрепятственно. Третье. Братца должно было избрать себе папского наместника, который был должен поклясться папе в послушании. Но именно эти нововведения послужили закваской притворения святого собора Франциска в орден совершенно послушной католической иерархической власти, подпавшей духу немилосердия. Можно считать символическим, что устав получил девиз «во имя Бога и Папы». Наместником стал епископ Асизий, кардинал Гугалина. Он благоговел перед святостью святого Франциска, говоря, даже целовал ему руку. Однако, судя по дальнейшему, Гугалина принадлежал к типу тех христианских начальников, которые очень любят молиться Христу и святым, умиляются их святостью, восторгаются их чудесами, но в своей душе отводят им место, как и кони в углу. По своим же действиям и устремлениям остаются всецелы во власти государственного порядка, то есть духа материалистического. Лучшего наместника к святому нельзя было и придумать римской власти. И вот начинается тайная и мучительнейшая для святого Франциска борьба с его святым делом видимых с грузей братства, на самом же деле его смертельных врагов. В сущности, следовало бы сказать, врагов Христа. Кардинал Гугалина вполне искренне умилялся святостью святого Франциска, но в то же время считал его также вполне искренне, наивным и несведущим в деловых вопросах церкви и братства. Святое Дитя Божие. Это типичнейший взгляд иерархического священца второго тысячелетия христианства на тех, кто в церкви является правозвестниками судов Божиих, чистыми сосудами Духа Святого, то есть несут служение пророческое, учительское и апостольское. Но иерархи самих себя считают преемниками апостолов, пророков и учителей, полагая, что благодать на это служение принадлежит им по должности, как бы в казенном порядке. Кардинал Гугалина, сочувствуя святому Франциску, его неумения, великой для него трудности, так Гугалина верил управлять общиной, всячески старался ему помочь. К чему эти старания клонились легко себе представить, если точно установить, кому служил святой Франциск, и кому, и чему служил кардинал Гугалина? Святой Франциск служил Христу, получая на все свои действия и личные для общины указания Духа Святого. Кардинал Гугалина служил богам римской иерархии, которых он тогда чтил, она чтила, папской всемирной власти, твердой, основанной на жестокости, дисциплине, церковной организации и сосредоточию всех богатств в руках римской курии. Что чрезвычайно должно было огорчать, кардинала Гугалина? Это отсутствие настоящего устава. Вместо устава, хотя это и называлось уставом, какие-то расплычатые, трогательные увещания, даже мольбы. Например, как повторил святой Франциск в завещании, «Я, маленький брат, ваш Франциск, целую ноги ваши, молю и заклинаю вас всех, во всем мире живущих людей, принять с любовью и смирением Господа нашего Иисуса Христа». Приводны ли для устава, не знающие меры добросердечия, всем прощения, даже и в случае тяжких прегрешений, идей и греши и только? Невозможно примириться с полным отсутствием в уставе наказаний. Для твердой власти это нож острый в сердце. Как тяжко, нестерпимо называть уставом полное отсутствие точных правил, параграфов, поведения. На эту борьбу за настоящий устав, конечно, поощряла кардинала Гугалина цензура, полумонашеское пострижение всех членов общины в Риме, первая палка в колеса святого Франциску. «Если монашество, значит, нужен серьезный устав», мыслил Гугалина. Как пример борьбы кардинала Гугалина со святым Франциском за устав, мы имеем следующее их столкновение на общем собрании всего братства. Святой Франциск при жизни своей созвал общий капитул, на котором присутствовало более пяти тысяч братьев. На этом капитуле был один весьма почитавшийся, почитавший святого Франциска кардинал, которому тот предсказал, что он должен стать папой. Так и случилось, кардинал Гугалина позднее стал папой Григорием IX. Этот кардинал нарочно прибыл из Перуджии, где находился двор, в Асизии, и каждый день приходил к братьям, иной раз служил обедней, иной раз держал проповедь. И, посещая это святое собрание, испытывал этот кардинал величайшую сладу и благоговейное чувство. Видел он на той равнине вокруг Святой Марии братьев, сидящих кучками, где шестьдесят, где сто, где двести, а где и триста, села занятых одними рассуждениями о Боге и молитвой. Слезами и делами любви. И стояли они в таком молчании, с такой скромностью, что там не слышно было ни шума, ни шороха. И, делясь столь великой и стоящей в таком порядке толпе, он говорил со слезами великим благоговением, «Вот лагерь и войско рыцарей Христа». Кажется, сам видел и сам засвидетельствовал. Но нет. Дивное согласие и любовь само собой, а необходимость устава само собою. И кардинал Гугалина от имени нескольких ученых братьев является к Святому Франциску и просит его последовать совету этих ученых братьев и принять в руководство уставы Святого Бенедикта, Святого Агустина, Святого Бернарда. Что же Святой Франциск? Выслушав кардинала, он молча взял его за руку и повел к собранию всего братства и воскликнул, пламенея Духом Святым, «Братья, братья, сам Господь открыл пути свои мне и тем, кто идет за мною. Не говорите же мне ни о каких уставах ни Святого Бернарда, ни Августина, ни Святого Бенедикта и ни о каком пути, кроме этого открытого мне самим Господом. Ибо хочет от меня Господь одного, чтобы я был величайшим безумцем, подразумевается, конечно, среди мудрецов века сего, и нет мне иного пути, кроме этого. Вас же всех ученых и умных да посрамит и покарает Господь». Достаточно сильно и определенно и авторитетно. Только не для кардинала Гугалина ему подобных. Он не только продолжает свои линии, но и получает свое. Но прежде выясним, откуда в любовно-согласном братстве нашлись ученые-братья, которые предлагают святому основателю, духовному, свои недуховные советы. Тут делу Гугалина опять помогла вторая римская палка в колеса Святого Франциска. Именно требование, чтобы число братьев беспрепятственно возрастало. Из святков мы знаем, что первые товарищи Святого Франциска испрашивали особым таинственным путем волю Божию на свое вступление в братство. Ибо они благоговейно чувствовали, вместе со Святым Франциском, что на особое служение Божие необходимо мановение от Господа. Только тогда вселяется Дух Святой. Теперь же, благодаря поощрениям наместников Гугалина, вступали в общину все желающие без какого-то особого испрашивания у Господа. Достаточно цензуры. Отсюда эти ученые-братья, взумавшие учить Святого Франциска. Впрочем, у Святого Франциска для противодействия всем самочинно, без мановения Божия, втеснявшимся чужакам Духа Святого, оставалось средство освобождать от них святую обитель. Это бывшее еще силе разрешения свободно вступать в братство, но и свободно же его оставлять, несмотря на цензуру. И вот по преданию Святой Франциск, который Духом Святым знал о внутреннем состоянии братьев, неподходящих, отпускал из общины. Против этой свободы также тайно восставал кардинал Гугалина и выжидал удобного случая ее упразднить. Впрочем, 10 лет, 1909-1919, после римского утверждения общины апостольской церкви, Святой Франциск ни в чем не уступал внутренним врагам братству, однако в одном кардинал Гугалина преуспел, не в уставном порядке, а в назначении викарием-помощником Святого Франциска, очевидно под предлогом хозяйственной необходимости и разрастающейся общине. Дорогого для себя человека Ильи Кротонского, два же цветки упоминают имя брата Ильи, и оба раза с плачевностью. В главе 31 сказано, так же, как добродетели Святого Франциска, Святой Франциск по откровению Божий видел недостатки братьев своих, что легко уразуметь на брате Илье, которого он часто укорял за высокомерие. И в главе 38, Святому Франциску было откровение, что брат Илья осужден и должен отпасть от ордена, хотя по просьбе самого брата Ильи Святой Франциск за него молился, и было сказано, что душа его будет спасена, но, несомненно, он покинет орден и умрет вне его, что и случилось впоследствии. Брат Илья помог наместнику в его планах. В 1219 году в отсутствие Святого Франциска, который уехал в Сирию к султану, они вели более строгие с точки зрения монашеских обетов, конечно, правила, отменили свободный выход из общины. Одним словом, все неопределенное и расплывчатое, то есть там, где Святой Франциск не стесняет свободу в основном порядке, давал свободу для указаний, откровений Духа Святого, постарались, если еще не совсем уничтожить, то сократить. Строже на их языке обозначало более сильное воздействие начальства и сокращение личной инициативы братьев во всем распорядке их жизни, в благочестии и служении народу. Хотя далеко не все, не все, что установил и желал Святой Франциск, было изъято, однако жизнь в общине уже не могла быть подчинена непосредственно Духу Святому. То, что изрек Святой Франциск, как святую истину своей общины, глава нашего братства Дух Святой, теперь стало упраздненной истиной для общины в ее видимой целостности. Вот совершенно ясная причина, скрытая от душевноподобной Церкви, вследствие ее нечувствия духовных мотивов, всего происходящего, вынужденного отказа Святого Франциска по возвращении из Сирии от главенствования в собственной общине. Что это был непростой отход от начальствования, свидетельствует слова Святого Франциска, «Умер я для вас, братья мои, а вы слушайтесь», и он назвал нового начальника. И тут же Святой Франциск стал проповедовать, «Будь послушен начальству, как труп». Когда у него спросили, почему он верил другому попечению братьев, как будто они стали ему совершенно чужими, Святой Франциск сказал, «Я люблю братьев, как могу, но если бы они шли по стопам моим, я любил бы их больше». Некоторые прилаты, явный намек на Гугалина, посторонние прилаты не могли распоряжаться в братстве, вовлекают братьев в дела, их не касающиеся, и тут же восписают с горищу, «Кто те, кто вырвали из рук моих мое братство?» Святой Франциск не может вернуть прежнее. Это значило бы или вступить в пререкание с Гугалина, а он покорен каждому, или проявить свою духовную силу, но Христос в образе Святого Франциска как странник, а не как глава церкви. Здесь произошло то, что в откровении Святого Иоанна обозначено, и дано было ему зверю с семью головами и десятью рогами вести войну со святыми и победить их. Конечно, не победить внутренне, ибо тут же сказано, здесь вера и терпение святых, но изъять их видимое главенствование в церкви. Обрадованные уходом от власти Святого Франциска, то прилады и ученые-братья переименовывают общину апостольской церкви в орден Римской церкви и сочиняют новый устав, 1221 год, где увещание и мольбы Святого Франциска заменяются твердыми повелениями и требованиями, как во всяком настоящем уставе. Впрочем, изъять все прежнее еще не решается. Еще отводится немного места и простоте Святого Франциска с его сердечными советами евангельского духа. Но большей части устав разукрашен текстами Священного Писания, подобранными к случаю ученым с холастом. Старый устав исчезает бесследно. И горе тем из братьев, кто впоследствии захочет придерживаться его духа. На них будут воздвигнуты мстительные гонения. В 1223 году устав снова переделывает. Здесь уже все по-своему. Все изречения Святого Франциска выброшены. Вводится строгое, различимое по степеням командования, начальства, министры и прочее. Казарменная дисциплина, непрерывные обеты. При нарушении обета не уход из ордена, а классическая опора всякой земной власти, наказание. Здесь мы должны на минуту остановиться и с горечью констатировать. В уставе есть параграф с наказанием розгами. Таким образом, историки получают право свидетельствовать, что Святой Франциск допускал розги в своей общине. После третьего устава 1223 года духовная жизнь в ордене становится гонимой. Жизнь духа уходит в тайники совести каждого. Однако до времени общины, конечно, не во всем своем составе, но в лице тех, кто верен первоначальному, продолжает иметь и некую общую духовную жизнь, но тайную. Она, разумеется, до смерти Святого Франциска, сосредоточена вокруг него, как неизменного своего главы, старшего брата, поставленного самим Господом Иисусом Христом и руководимого Духом Святым. Что это именно так, свидетельствует 6 глава от святов. Умирая, Святой Франциск, старшество передает не начальнику ордена, а тому, кто указал ему, конечно, Духом Святым. Вот как сокровенно повествуется об этом в 6 главе. Когда облизился к смерти Святой Франциск, и стояли кругом преданные сыны, горюя и плача, он спросил, где мой первородный сын, подойди, чтобы благословила тебя душа моя. Тогда брат Бернард сказал тайком брату Илье, который был начальником ордена, подойди и стань с правой стороны. И когда брат Илья подошел к Святому Франциску, тот возложил правую руку на голову брата Ильи, не видя его, ибо к концу жизни лишился зрения. И сказал Святой Франциск, «Это не голова моего первородного брата Бернарда». Тогда брат Бернард подошел к нему с левой стороны. Святой Франциск перекинул руки наподобие креста, знак крестных мук общины, и возложил правую руку на голову брата Бернарда, а левую на голову брата Ильи. И сказал брату Бернарду, «Да благослови тебя, Отец Господа нашего Иисуса Христа, всяческим благословением духовным и небесным во Христе. Будь старшим над всеми». Не сказано быть начальником, как в уставе, а будь старшим. Особое святое назначение. «И да повинуется твоему приказанию все братья». Конечно, духовно, ибо власти начальнической у Бернарда нет. «Владей правом принимать тайно, и тайно удалять, кого пожелаешь. Право же отменено уставом. И ни единый из братьев да не будет иметь власти над тобою». Подразвивается причина этого. «Так как ты духовно старший среди братьев, и Духом Святым дается тебе знание, как угодно главе церкви Господу Иисусу Христу. Вести нашу общину, хотя ты и не начальник. И да будет тебе дано право идти туда и оставаться где тебе угодно». Право тоже отмененное уставом. Что же значит это благословение умирающего святого Франциска на духовное старшинство среди братьев, одного из братьев при живом наместнике и начальниках ордена, занимающих свои начальственные места по уставу? Это значит, что духовное старшинство и все духовные права среди братьев внутренние не отходили от основателя общины апостольской церкви, хотя он давно уже отказался от власти и даже сказал, «Умер я для вас, братья мои, а вы слушайтесь такого-то начальника». И община апостольской церкви, и старший в ней святой Франциск живы главою церкви Христом и управляются Духом Святым. И в них не может упразднить ни устав, ни начальство переорганизованного внешним братству. Сокровенная жизнь общины апостольской церкви продолжает твориться в святости и любви Христовой. И вместо отходящего ко Господу святого Франциска, старшего брата, дается ей другой старший брат, Бернард. И после смерти святого Франциска братья любили и почитали святого Бернарда, как преподобного отца, «Чтобы свидетельствовать особую святость брата Бернарда, приводится его последний завет перед смертью. Молю вас, братья мои дорогие, любите друг друга». Как мы знаем эти слова перед смертью, непрестанно повторял любимый ученик Христа, Иоанн Богослов. В той же шестой главе цветков говорится, что при кончине святого Бернарда им также указывается преемник, как и он был указан святым Франциском. И опять сокровенно. И когда близок был он к смерти, сошлись к нему множество братьев из различных шестей света, среди которых пришел тот священно-начальный и божественный брат Игидий. И к нему, как мы упоминали выше, приходил святой Людовик, девятый король Франции. И сказал Игидий с великой радостью, «Сурсом корда, горе сердца, брат Бернард!» А святой брат Бернард сказал тайно одному из братьев, что приготовил брату Игидии место, удобное для созерцания. И так и было сделано. Это упоминание здесь брата Игидии среди множества других братьев, пришедших к Бернарду. И эпитет священно-начальный, и есть несомненные указания на его первое место после святого Бернарда. Мы не в состоянии сообщить подробности о внутренней жизни общины апостольской церкви по завету святого Франциска, расходящейся составной жизни ордена, введенной кардиналом Гугалином и учеными-братьями. Об этом неясно повествует история, как о распадении ордена на два толка. Римское начальство всячески преследуя и ненавидя первый толк, то есть духовных последователей святого Франциска, обвиняет его в так называемом иоахизме, то есть вере, будто бы в наступающее уже царство святого духа, как пророчествовал Иоахим в начале XIII века до святого Франциска. Но, конечно, преступление, в кавычках это, заключалось не в иоахизме, а в том, в чем заключалась сущность духовной жизни собора святого Франциска. В стяжании для руководствования духа святого, конечно, папам, которые считали себя непреложными собственниками благодати духа святого, которые они призваны распоряжаться, ибо они единоместники Христа, как им угодно, пример индульгенции. Папам были неприемлемы люди, которые самовольно, то есть без позволения пап, получали непосредственно от Христа полноту духа святого, то есть достигали цели христианской жизни. Поэтому все время церковным начальством велась борьба с духовным наследием святого Франциска, и со свойственной католической иерархией последовательностью свирепо уничтожали всякие письменные свидетельства о жизни первоначальной общины. В последний раз этот сам ум уничтожения устроил начальник ордена Бонавентура в 1257-73 годы, истребивший все до него бывшие и написавший новое житие святого Франциска, неконаписанного порядка. Этот Бонавентура вел борьбу с предшествовавшим ему начальником ордена Иоанном Пармским и победил его. О таинственном значении этой борьбы говорит апокалипсис святков, об этом скажем ниже, прежде чем повествовать о судьбах общины святого Франциска. Укажем на то безобразие, в какое превращено было дело святого Франциска в ордене его имени. Достаточно нескольких штрихов. Община по завещанию святого Франциска должна быть нищей. Не только не копить богатство, но даже прикасаться к деньгам братьям было запрещено. Генералу ордена вменялась в обязанность проклинать деньги, как пагубные для общества, основанного на бедности, чтобы обойти этот завет святого Франциска каждому путешествующему брату был дан в спутнике отрок, который носил с собой кожаный мешок для денежного подаяния. Таким образом, богатство копилось. К 1247 году оно столь возросло, что папской булой приказано назначить в каждой провинции прокураторов, которые по желанию братьев могли продавать, расходовать, обменивать, а одним словом заведовать денежным обращением. В 1283 году этим прокураторам разрешено вести судебные тяжбы, а также являться представителями на суде по делам духовных завещаний в пользу ордена, видя эмблемы издевательства над святым Франциском. Вот как бог лишает ума противящихся святым, то есть духу святым. На могиле святого Франциска была приделана большая кружка для денежных подаяний. Далее по завещанию святого Франциска братья должны были жить в хижинах наскоро выстроенных и не иметь никаких собственных зданий, но стали строить огромные монастыри и великолепные храмы. Но чтобы остаться верным букве завещания, строили эти величественные здания наподобие хижин. Один наивный историк говорит, таким образом искусству были поставлены оригинальные и благодарные задачи архитектурно превращать хижины в дворцы. Последний, видимо, момент духовной жизни в общине как бы вспыхнуло, зарившись святым и чудесным светом в лице начальника ордена Иоанна Пармского 1247-57, чтобы затем погаснуть до новых еще и теперь не наступивших времен. Про Иоанна истории говорит, что он еще раз явил миру образ, какого свет не видел со смерти святого Франциска. В 1258 году он был смещен по проискам Бонавентуры и предан суду за иоахизм. Но мы уже говорили, что вот иоахизм в общине святого Франциска. Сарковное начальство разумело святость, то есть следование в жизни указанием Духа Святого. Говорят, Бонавентура на суде всячески обвинял своего предшественника и тому грозила смертная казнь. Но Пармский был приговорен к пожизненному заключению. После некоторого заключения в тюрьме он прожил еще 10 лет в небольшой обители. Теперь обратимся к апокалипсису цветков святого Франциска. Читаем 48-ю главу, имеющую название, как брату Якопо из массы предстало в видении золотое дерево, на котором находились все братья Оргена со всего мира. Про этого Якопо и автор святков говорит, «Я возымел великое желание видеть Якопо, ибо Иоанн Пармский, друг Эгидия, мне сказал, если ты желаешь быть осведомленным в духовной жизни, постарайся побеседовать с братом Якопо, ибо сам брат Эгидии жаждал просветиться от него, ибо ум его дошел до небесных тайн, речи его, речи Духа Святого». Брат Якопо в начале служения Иоанна Пармского был однажды во время молитв восхищен к Богу и простоял в этом восхищении три дня, и было ему от Бога откровение о том, чему надлежало быть и случиться с нашим орденом. Ему предстало прекрасное весьма большое дерево, корни которого были из золота. Главные ветви дерева были по числу провинции ордена. А на самом высоком месте средней ветви Якопо увидел брата Иоанна Пармского и на окружающих веточках находились начальники провинции и после этого увидел Христа на светлом престоле. Христос призывал к себе святого Франциска и подавал ему чашу полную духа жизни и сказал «Иди и посети братьев твоих и дай им испить из этой чаши духа жизни, ибо дух сатаны поднимется против них». И прежде всего святой Франциск поднес чашу брату Иоанну, который поспешно и с благоговением выпил ее до дна и внезапно стал лучезарным как солнце. После него святой Франциск подносил чашу последовательно всем прочим братьям. И мало было таких, которые приняли бы ее с благоговением и испевали до дна. Кто испевал до дна и внезапно становился сверкающим как солнце. Те же, которые проливали все из нее, делались черными и безобразными. А те, кто часть проливали, а часть выпивали, делались части лучезарными, а части темными. Брат Иоанн выпил больше всех и потому глубоко проник взором в божественный свет и узрел в нем злосчастье и бурю, которая должна была пошатнуть дерево и потрясти его. Потом брат Иоанн сошел с верхушки дерева и, спустившись по всем ветвям вниз, спрятался в основании ствола дерева, погрузился в думы. А брат Бонавентура, который частью выпил, а частью разлил из чаши, вошел на место, которое занимал Иоанн. Пока брат Бонавентура стоял на этом месте, ногти на его руках сделали железными когтями, острыми и режущими как бритвы. И с бурной яростью хотел броситься на брата Иоанна, чтобы причинить ему вред, но брат Иоанн воскликнул громко и поручил себя Богу. И на крик его Христос позвал святого Франциска и дал ему острый кремень и сказал ему, пойди, отрежь этим камнем у брата Бонавентура когт-ногти, которыми он хочет повредить брату Иоанну, и тогда он не сможет сделать ему зло. Святой Франциск исполнил повеление Христа. После этого налетел ураган и так потряс сильно дерево, что братья попадали на землю и прежде всего упали те, которые разлили чашу с духом жизни и были унесены в тьму, а брат Иоанн и другие были принесены в обитель вечного света. И так силен был натиск бури на дерево, что оно упало и ветер унес его прочь. И затем прекратилась буря и золотых корней того дерева. Вышло иное дерево, все из золота и произвело золотые листья и плоды. Об этом дереве и об его распустившихся ветвях, о глубине и красоте, о запахе и силе лучше будет в настоящее время помолчать, а не говорить во славу Христа. Аминь. Здесь, хотя образом, но вполне ясно говорится об истекновении любви в ордене, ставший на место начальника Бонавентура вместо солнечного света любви присущего Святому Собору, отрастил ногти, похожие на железные когти, символ жестокого отношения к братьям и людям вообще. Только особой защитительной благодатью через Святого Франциска, получившего кремень, образ защиты своего брата Иоанна. Истинный брат Собора был избавлен от этих когтей. Жизненные поступки Бонавентура символически изображают, что произошло в братстве. Он тщательно уничтожал все записанное Святом Франциске, для него и сам написал новое житие Святого, но не только внешнее, а вместе с призвуками губил внутреннее дело Святого Собора. Любовь, не имеющее любви братство, конечно, должно было внутренне духовно перестать существовать. Вместе с ним иссякли силы и церкви воинствующие. Так силен был натиск буря антихристова духа на дерево образ церкви воинствующей, что она упала и ветер жизни нелюбовной унес сила прочь. Но золотые корни, то есть сокровенная святая жизнь в церкви верных, конечно, никогда не прекращающаяся, сохраняет свою силу. В свое время корни эти произведут иное дерево, все из золота. Но золотые корни, то есть сокровенная святая жизнь в церкви верных, конечно, никогда не прекращается, сохраняет свою силу. Последнее пророчество нельзя иначе понять, как то, что в церкви Христовой на земле, наступит жизнь святая, совершенная, засияет фаворский свет, церковь станет огненной, то есть все в ней исполнится, все Духа Святого, как было некоторое время после Пятидесятницы. Великая благодать и одно сердце, и одна душа у всех. Это католическое предсказание о будущей огненной церкви, подобное предсказание афонских безмолвников в церкви восточной. Выражены здесь так же осторожно, как там. Об этом дереве, о глубине и красоте, лучше будет в настоящее время помолчать. Цветки, осторожно, чтобы не породить соблазна, как было во Втором веке. Движение монтанистов, или у католиков, последователей Иоахима, впавшего в экстаз от ожидания безмолвения Духа Святого огненной церкви. После Святого Франциска. Вселенские силы, воинствующие Христовой Церкви, иссякли. Ибо ни иерархия, ни народ не прониклись достаточно светом великих святых, посланных Христом, чтобы противостоять развивающемуся антихристову духу. После Святого Франциска область действий верных свидетелей ограничивается тесным кругом мусличных влияний на отдельных людей, или на отдельные категории людей. И свет Христовой любви не сияет по всей Церкви, как во времена Святого Бернарда или Собора Святого Франциска. Чтобы дать понятие о святых времен, после Франциска, до настоящего времени, останавливаемся на деяниях Святой Екатерины Сиенской, 1347-1380, и Святого Петра Клавер, 1585-1652, Святого Иосифа Каталенга, 1786-1842. Святая Екатерина Сиенская. Силы Екатерины Сиенской были как бы направлены на вселенское дело. Но цели, которые она преследовала в этом деле, и усилия, которые она употребляла, обличают не Божие мановения на эти дела, а какие-то посторонние влияния на нее, вернее всего доминиканского ордена, через земные поступки, думавшие получить положительные, то есть духовные, иначе не бывает в Церкви полезного, результаты. Рассмотрим, однако, прежде то действительно святое, что сеяла эта Божия избранница. Мы различаем три периода в жизни Святой Екатерины. Еще подростком начала она свое служение, вернее сказать, любовь к Богу различными лишениями, переходящими в самоистязание и сочувствие к страданиям Христа. Этот крест, данный святому невинному почти ребенку, говорит о тяжком состоянии Церкви. Постепенно мучения углублялись. Тогда пришло время видений. Видения Святой Екатерины стали изумительны и высоки, что невольно иногда возникает сомнение, правда ли это. Но сомневаться невозможно. Высота христианского сознания, мудрость этой неученой женщины свидетельствует о правде. Ей постоянно являлся Христос, иногда в сопровождении Бога Матери и Святых, но большей частью один и раскрывал тайны Царства Божия. «Меня всему научил сам Христос», — говорила Святая Екатерина, побеждавшая своим неземным разумением самых ученых богословов того времени. Однажды Христос повелел Святой Екатерине оставить уединение, в котором она до сих пор пребывала. «Я желаю», — сказал он, «чтобы милость, которой я удостаиваю тебя, пролилась через тебя и на других. С детства ты родила о чужих душах, и настала пора осуществить заветное желание твоей души». В этот второй период своего верного свидетельства Святая Екатерина непрестанно совершает чудеса над душами людей. Приведем некоторые примеры. Кстати, они раскрывают звериные состояния той эпохи. Двух осужденных на какую-то утонченную казнь вели по городу. Еще по дороге палачи раскаленными щипцами рвали их тело. Несчастные громко и страшно богохульствовали. Святая Екатерина встала на колени и молила Бога об их душах. И вот, не дойдя даже до городских ворот, к общему великому изумлению, оба осужденные вместо богохуленей стали громко каяться в своих грехах и умерли, как праведники. В другой раз один юноша из знатного рода был приговорен к смерти горожанами, взявшими власть в городе. Юноша восставал против несправедливости приговора и озлобленно поносил своих врагов. Святая Екатерина начала посещать его в тюрьме и привела несчастного не только к покаянию, но и к необычной кротости духа. Когда наступил день казни, святая Екатерина первая явилась к кашафоту и в ожидании приговоренного положила голову на плаху, как бы любовью своей освещая ее. И действительно, юноша с радостью предал душу свою Богу. Еще одного человека, знаменитого по всей стране сеньора, любившего кровожадную месть, она привела к полному раскаянию, почти к святости. Вообще она сделалась ангелом мира на своей родине. К ней стали все чаще обращаться жители Сиены, чтобы с ее молитвенной помощью прекращать свои кровавые распри. Долгое время посвятила святая Екатерина примирению города Флоренции с папской властью и с великим трудом, наконец, достигла мира. Этот последний подвиг относится к третьему периоду ее деятельности. Как мы видели, второй период выражается во влиянии, следует прибавить молитвенно чудесном святой Екатерины на души людей. В третий период есть попытки выхода естественного влияния на одинокие души и желание осуществить цели вселенского характера. Однако роковым образом эти задачи сводятся опять только к влиянию на отдельные души. Святая Екатерина казалась, Екатерине казалось, что папский престол, пребывавший тогда в Авенеоне, следует снова перевести в Рим. И вот сначала напишет письмо к папе, Григорию XI, наставляя его в истинно христианской церкви, что наставления были необходимы свидетельствовать, например, характер папского интердикта, наложенного на флорентийскую церковь, так как папская власть не надеялась на нравственное влияние своего запрещения, то есть на покаяние флорентийцев. К то к запрещению церковному прибавились меры, достойные только свирепого духа насильничества восточных деспотов. Воспрещалось всем в мире христианам вести торговлю с флорентийцами и иметь с ними общение. Вся недвижимая собственность флорентийцев становилась достоянием папской казны, а сами флорентийцы могли быть ограблены и обращены в рабство всяким, кто их захватит. И это делалось именем Христа, его наместником. Характерно также для тогдашних наместников Христа, в кавычках, свидетельство истории. Папы принуждены были вновь завоевывать с помощью наемных шаек свои прежние владения. Святая Екатерина получает наместника Христа, во-первых, чтобы он, подобно Христу, не прибегал к насилию, против своих недругов и добротой побеждал их злобу. Кроме любви она не знает другого средства, чтобы вернуть папе свою паству. И тут же святая Екатерина оправдывает восставших, указывая на ряд жестоких обид и издевательств, которые они терпели от плохих пастырей и правителей. Во-вторых, святая Екатерина заклинает папу Заботу о светской власти принести в жертву нуждам духовным и заботам о душах. Конечно, с этими святыми словами можно было обращаться к отдельным представителям власти, имевшим совесть. Но смешно думать, что указаниями на любовь Христа возможно тогда было изменить самую систему власти, достигшей апогея антихристового сознания, столь ярко сказавшегося в выше приведенных мерах папской власти против посомых им флорентийцев. Святая Екатерина так и поняла свою задачу, когда прибыла с флорентийским посольством в Авененскую резиденцию папу. Она сосредоточила свое святое внимание на самом папе Григория XI, человеке неплохом, но слабого здоровья. Она стремилась вырвать его из рук зловещего окружения, ибо это обычное окружение папы было гнездом антихристового духа. Святая Екатерина усиленно просила папу возвратиться в Рим, поскольку эта просьба касалась удобства на месте примириться с пославшими ее флорентийцами, она была целесообразна и вполне понятна. Однако святой Екатерине приписывает замысел вернуть папскую резиденцию в Рим, чтобы папам из этого центра, будто бы особенно благоприятствующего церковным улучшением, править католическим миром. Удобство править обществом людей из данного определенного центра принадлежит к чисто материалистическим соображениям. Церковь Христова правится иначе, чем светское общество, государство. Поэтому, если такая мысль и приходилась святой Екатерине, то она была подсказана ей недуховными руководителями церкви. И действительно, ничего духовно доброго не произошло от переезда папы в Рим. Частное дело, мир с Флоренцией был заключен. Но во вселенском смысле произошло даже нечто худшее, чем прежде. Папа Григорий XI, которому доктора решительно не советовали менять место жительства, на которого святая Екатерина в конце концов убедилась переехать в Рим, чтобы начать большие церковные реформы. Разболелся почти тотчас во приезде в Рим. Говорят, между прочим, что родители папы в Авиньоне на коленях умоляли его не ездить. И отец в отчаянии лег при выезде сына из ворот резиденции поперек дороги. Тяжко проболевший в Риме полтора года, папа, говорят, он раскаивался, что уехал из Авиньона, скончался. При преемнике же его началась так называемая Великая Схизма. Вначале этот папа, Урбан VII по совету святой Екатерины, стал устранять наиболее худых служителей церкви, но тех, которых он назначил на их место, были еще хуже, на что жалуется и сама святая Екатерина в письме к Урбану VII. Французские кардиналы, обиженные папой, выбрали другого папу. И за несколько десятков лет явилось двойное папство в Риме и в Авиньоне. Через два года после смерти папы Григория XI святой Екатерины, как бы изнемогшего в борьбе с вселенским церковным неблагополучием, скончалась в 33 лет от рода, 1380 год. Если служение святой Екатерины Сиенской имело иногда некоторое подобие вселенского церковного служения, то последующие святые строго ограничены или местом своего верного свидетельства, или особой категории лиц, которым они служат. Святой Петр Клавер являет собой, как он сам себе определил себя, слугу негров вовеки или иначе апостола чернокожих рабов в Америке. Лучи его святости не распространяются на все тело церкви, никаких соприкосновений с сироархической высшей властью он не имеет. Эта власть меньше всего считает своей обязанностью получать себя у Божьего человека. Эта далекость, можно сказать, отчужденность священнической иерархии от Божьего человека при его жизни, кроме некоторых личных исключений священников, разумеющих, что такое человек Божий, характернейшее явление в церкви после Святого Франциска, превозносящееся в сознание своей будто бы пасану принадлежащей им святости, а разрешают им относиться к святым при жизни, как к подведомственным людям, то есть духовно ниже их стоящих. И значит не узнавать в них живого Христа, который является в лице своих свидетелей верных. То же самое и в православии в последние столетия. Святой Петр Клавер, родом испанец, приехал в Америку вместе с другими миссионерами Ордена Святого Иисуса. Он обосновался в городе Карфагене Индийском, центре оживленной торговли. Сюда же прибывали корабли, привозящие живой груз африканских чернокожих рабов. Тотчас по прибытии корабля с неграми святой Петр спешил на пристань, неся с собой требник, восковые свечи Святое Мира. Неграм-переводчикам он давал нести корзины с апельсинами, лимонами, бананами, вином. Погруженные в трюмы, как скот, ноги и грязные, распространяя тяжелый запах, кишели несчастные, недоумевая, куда их привезли и что их ждет. Больные лежали вместе со здоровыми, трупы с новорожденными. Святой Петр всех ласкал, обнимал, целовал, расспрашивал о пути, о покинутой родине. Он собственноручно обмывал их рану, он крестил детей и напутствовал умирающих, вызывая слезы умиления и благодарности у несчастных. После разгрузки корабля святой Петр распределял всех больных по баракам, приспособленным для этого им и его товарищам по ордену святого Иисуса. Здоровых собирал в особую горницу, здесь негры усаживались на скамьях или на полу. И святой Петр, стоя перед распятием, начинал говорить о жизни, страданиях и воскресении Христа. Переводчики негры переводили на разные наречия его слова. После он приступал к таинству крещения. Крестившийся негр получал образок с изображением Христа, а на обратной стороне Божьей Матери. Негры носили эти образки с благоговением и радостью. Отъезжающих из Карфагена святой Петр снабжал на дорогу вином, фруктами, приносил им белье, книги. Он с любовью просил их блюсти чистоту тела и души, не забывать исповеди и почаще прибегать к Евхаристии. Святой Петр долгое время жил в келейке привратника, отсюда ему было удобно выходить на прием стекавшихся к нему со всех сторон негров. Выслушав их просьбу, он выносил им пищу, прислуживал им с любовью и смирением. Часто устраивал крестные ходы. Сам нес впереди большое распятие, а мальчики перед ними звонили в колокольчики. Негры сбегали со всех сторон, и он говорил им о жизни вечной. Стон и плащ умиления раздавался со всех сторон. Бия себя в грудь, все воспевали хором «Помилуй меня, Боже!». После Пасхи святой Петр отправлялся по дальним селениям, проповедуя Христа. В трудном пути под жгучим солнцем, провожаемый тучами комаров, шел святой Петр, ободряя спутников. На стоянках он выбирал всегда самую старую и запущенную хатку, так что сопровождавшие его невольники иногда роптали. Но он сам помогал им все очистить и привести в порядок. Сам готовил обед, но лично довольствовался лишь остатками хлеба или картошкой. Во время эпидемии Оспы, не страшаясь заразы, святой Клавер посещал бараки, где несчастные разлагались заживо. Запах гниющего тела был так невыносим, что однажды сопровождавший его инок потерял сознание. Но святой Петр с любовью ухаживал за больными, восхищаясь терпением рабов. «Научите меня следовать вам по пути терпения», — говорил он в своем смирении, желая быть учеником тех, кому служил. В другой больнице святого Лазаря святой Петр отдавал себя на заботу о прокаженных. Осталось воспоминание о ряде людей, чудесно им исцеленных. Жители Карфагена благоговели перед святым Петром. Всякий в городе спешил его тотчас уведомить о прибытии транспорта с рабами. Многие богатые и знатные женщины города хотели быть его духовными дочерьми, но он отказывался, указывая на негров. У него часто просили раздаваемые им негром сушеные финики, веруя в их целебную силу. Так протекли года, десятки лет, и вся святая жизнь святого Петра Клавера. Вместе со святым Петром поминается еще один святой Альфонс Родригес. Он состоял привратником в католическом колледже в Испании, где учился Клавер. Святой Альфонс часто получал откровения от Святого Духа. Многие из иногов прибегали к его советам и становились под его руководством. Его можно сравнить с православными старцами некоторых русских монастырей. Святой Альфонс имел видение о святом Петре. Он увидел его у престола Господне, увенчанного славой апостола негров. Когда Клавер, тогда молодой студент, узнал об этом видении, он принял его как послушание, как мановение Господне на служение неграм, рабам. Святой Иосиф Катталенга. Священник посвятил свою жизнь всем обездоленным. Во всем себе отказывая, даже не топя никогда печки, он отдавал все неимущим. Нищие, как сказал кто-то, летели к нему, как пчелу к цветку. Но главное служение святого Иосифа было основанием им домика или приюта Божьего проведения. Как всякое живое дело, зарождение приюта явилось следствием одного мучительного и ничем не оправдываемого в христианском обществе происшествия. Одна женщина, проезжавшая через Турин, где жил святой Иосиф, тяжело заболела. Из-за недостатка мест в больнице умерла на улице горю мужа и детей. Этот приют святой Иосиф открывал дважды. Первый в самом городе был закрыт правительством за чрезмерное сочувствие святого Иосифа подонкам общества. Тогда через год он снял небольшое помещение в пригороде. Несколько женщин, соединившихся в общину Святого Викентия для прислуживания за больными, поселились в соседней заброшенной конюшне. Несколько мужчин в мужской общине Святого Викентия в старой полуразвалившейся хижине. Один доктор стал даром лечить больных, один аптекарь даром снабжать приют лекарствами. Провидение посылало святому Иосифу хромых, стыпых, глухонемых, идиотов, эпилептиков. Все нуждающиеся находили здесь доброе жилище. Обездоленные здесь хозяева, говорил святой, они хозяева, а мы их слуги. Перед ними он всегда почтительно снимал шляпу. Чем несчастнее и уродливее были хозяева, тем с большей нежностью святой Иосиф заботился о них. Так он сделал примерного христианина и счастливого человека, из одного страшного урода, человека, уже достигшего 50 лет, с огромным туловищем и без многого от рождения. Он поступил в приют сущим дикарем, не говорил, а ревел. Жил также здесь один 14-летний мальчик. У него была одна рука и одна нога. Он жестоко страдал от какой-то неизлечимой внутренней болезни. Но при всем том он был невероятно весел, а от радости часто прыгал на одной ноге и смеялся. Когда его спросили о причине веселья, он ответил, «Как же мне не радость, а когда я чувствую себя здесь Божьим ребенком». Святой Иосиф умел пробуждать в своих сумасшедших питомцах подлинную, иногда очень глубокую духовную жизнь. Для глухонемых при домике образовалась школа, из которой вышли известные по всей Италии специалисты в трудном деле лечения и воспитания глухонемых. Из глухонемых девушек святой Иосиф составил особую женскую монашескую общину. Их призванием было молиться за грешников и помогать ухаживать за больными приюта. Домик разрастался, вокруг первого здания появились дом веры, дом надежды, дом любви, дом богоматери и другие. Приходили пожертвования, но святой Иосиф больше всего боялся нечистых денег. Несколько раз ему предлагали целое имение в качестве постоянного обеспеченного дохода. Но он отказывался, он боялся ослабить веру в помощь проведения, боялся оскорбить Бога недостатком детского упования. Чего всегда избегал святой Иосиф, это сокращение своих расходов, щедрости для обездоленных. Когда касса была пуста, он распоряжался принимать новых больных. Безбоязненно должал булочнику и мясников, и неприятности от них переносил скротостью. И действительно, деньги всегда поступали от неизвестных. Однажды ключница заявила, что почти исчерпан весь запас дров, белья и муки. Но святой Иосиф приказал немедленно выдать все остатки, чтобы дать возможность самому Господу нам помочь. И к вечеру от неизвестного получили богатый дар. Сам святой Иосиф жил хуже всех нищих домика. Его никогда не видали в новой рясе, он донашивал чужие. Ел только то, что казалось невкусным. Обед его состоял из ложки овощей или куска черного хлеба. Все, что дарили ему для личного потребления, он отдавал хозяевам, в кавычках. Часто ходил босиком, отдавал башмаки неимущему. По ночам много молился, а целый день был занят с больными. Почувствовав приближение кончины, святой Иосиф стал заканчивать беседы с посетителями словами «Увидимся у Господа». Последние слова его были «Верьте в провидение». При кончине святого Иосифа было 1300 немощных, теперь их 8 тысяч, целый городок около Турина, исключительно состоящий из хромых, слепых, эпилептиков и прочее. Забота о хозяевах распределена между 34 монашескими братствами. Каждое братство вместе с хозяевами образует семью. Семья носит название того святого, под чьим покровительством находится. В семье святого Людовика Гонзага, порученный сирот и мужеского пола, достигший отроческого возраста, составляет семью святого Фомы, где проходит курс среднего учебного заведения. Меньше одаренный поступает в семью святого Доминика для изучения какого-то ремесла, какого-либо. Глухонемые составляют в семью святого Иоанна Крестителя и так далее. Лурд В середине 19-го столетия, в увлекательнейшее время грандиозных явлений человеческой мощи и духа, как это любят прибавлять, или, выражаясь тривиально, в самый разгар века пара и электричества, как называли 19-е столетие, произошло странное и ни с чем не сообразное событие. Случилось оно в небольшом селении на самом юге Франции, где живет полукультурный народец Баски, о котором парижанин, как мировой творец высшего тона, и вспоминать-то считал неприличным. Впрочем, происшествие было скорее похоже на некий психоз, чем на серьезные события. Несколько девочек пошли в лес на берегу реки собирать валежник. Одна из них ничем доселе не замечательная, самая обыкновенная девочка, и отстала от подруг при переходе через ручей, желая снять башмаки, чтобы их не промочить. Девочки вышли, однако, видя, что подруга долго не идет, вернулись к ней. И тут с удивлением заметили, что она стоит на коленях и как будто кого-то внимательно слушает, но никого вокруг не было. Девочки долго стояли, почему-то не решаясь перервать непонятное состояние своей товарки. Но вот она встала с колен и объявила подругам, что с ней сейчас разговаривала какая-то дама во всем белом, но запретила ей пересказывать свои слова другим. А завтра опять просила ей прийти на то же место и в том же часу, чтобы продолжать разговор. Проведав об этом, отец девочки строго-настрого запретил ей идти в лес и, зная послушание дочери, отправил ее утром по важнейшему делу в другую сторону города. Девочка пошла исполнять поручение отца, но при наступлении условленного белой дамой времени вдруг повернула обратно и опрометью бросилась к вчерашнему месту у ручья. И опять говорила ей белая дама и снова назначила свидание на следующий день. Отец решил сам идти к ручью и своим присутствием рассеет дочернюю галлюцинацию. Однако не успела дочь встать на колени, как и отец опустился на колени. И так простоял все долгое время, пока дочь невидимо с кем беседовала. На следующий день он уже не препятствовал девочке исполнять повеление дамы. Но теперь собралось много народа из села посмотреть, что происходит. И так же, как девочка, все стояли на коленях, ничего не слыша и ничего не видя, кроме коленопреклоненной девочки с благоговением, слушающей видимую только ей белую даму. Свидание продолжалось день за днем. Со всех окрестностей сбегался народ, желая присутствовать при необъяснимом явлении. И все, кто не приходил, хранили благоговение, пока девочка стояла перед никому незримой белой дамой. Наконец, мэр Селени на пятый или шестой день свидания заявил, что он полицейскими мерами прекратит это безобразие, нарушение сумасшедшими общественного порядка и спокойствия. Однако и мэр, явившись, простоял на коленях во весь продолжительный разговор девочки неизвестно с кем. Только в девятый день простилась белая дама с Бернадеттой и на прощание сказала слова, которая позволила сообщить всем, и жителям, и священникам. «Я, Божья Матерь, хочу, чтобы сюда, на место наших с тобой разговоров, приходили со всего мира люди, целовали эту землю, пили из ручья воду и ели траву, растущую на берегу». И католическая церковь, столь властная в своем иерархическом священненачале, стала на колени и исполнила повеление, переданное от лица Богородицы простенькой девочкой. Только к тому, что завещала Богородица, церковь прибавила еще ритуал. Кто в мире может не исполнить того, что пожелает Бог? Благоугодно было главе церкви, Господу нашему Иисусу Христу, благословить свою мать и обратиться на ее материнском языке ко всему миру людей и на далекой окраине, в дебрях Франции, за три девять земель от католического центра Рима и мирового центра Парижа. Открыть, позволим себе выразиться, сообразно первоначальной простоте явления, «Божий лук» для всех желающих во всем мире людей и христиан, и нехристиан. Будя, они возымеют охоту его посетить. Нам нет нужды обращаться для изображения Лурда к имеющимся его описаниям. Божьей милостью мы были в Лурде и можем свидетельствовать его святость. Странник, идущий в Лурд, вступая в селение Беттарам, в двадцати километрах от города, чувствует большую перемену во всем. Жители здесь не то что неприветливы, но серьезны, почти не улыбаются. Глуша раздаются голоса, строго и таинственно, кругом. Путнику даже не мнится, а воистину видится. Стоит здесь первая ангельская стража, славные вестники иного бытия. И вся округа такая. Подступы строги, но сам Лурд не строг. Там ангелы святые, люди благочестивые. Здесь сама Пресвятая Богородица принимает своих милых гостей и угощает тем, чего найти нигде нельзя, только у нее. Прежде всего снимается с них грех, омрачитель души. И оттого становится необычайно весело всякому к приехавшему, детски весело. Затем все приглашаются наслаждаться пиршеством веры, богатством благодати. И верующие, и почти не верующие, и любящие, и почти совсем не любящие. И люди церковные, и люди вовсе не церковные, и христиане, и не христиане. Только в сердце, бессознательно расположенной ко Христу, всем найдется место, каждого матерински утешит Божья Мать. Через главные ворота, ведущие к святыне, вступаем на обширный, растянувшийся в длину луг. На противоположном конце его видна подгорная церковь. Перед ней большая мощеная площадь. По обеим сторонам площади широкие крылья лестницы ведут на верхнюю площадку, где расположен нагорный храм. От крыльев лестницы по всему лугу тянутся две дороги, сходящиеся у главных ворот. Таким образом, широкая дорога опоясывает всю огромность луга. По этой дороге от правого крыла лестницы и совершается торжество Лурда. Два крестных хода дневной и вечерней. Крестные ходы начинают двигаться от пещеры, место видения Бернадетты. Чтобы побывать там от главных ворот, пройдем по правой луговой дороге до самого крыла лестницы, ведущей к нагорной церкви. Огибая справа это крыло, окажемся на сравнительно узком месте. Налево будет тянуться хребет горы, направо река. Несколько далее в горе откроется ряд кранов водоемов. Здесь заключена речка, через которую переходила Бернадетта. Затем будет довольно большая площадка перед пещерой, в существенном глубоком углублении в горе. Здесь стоит белая статуя Святой Девы Марии. Перед статуей небольшой открытый алтарь, перед ним ряды скамей и стульев. Но в пещеры и далее по хребту горы, горы идет лес, парк. Не доходя пещеры, там где краны речной воды, здание, в котором находится водоем-купель. Сюда привозят в колясочках больных, желающих окунуться. Исцеление происходит главным образом после погружения в воду. Слева пещеры развешаны в большом количестве костылей исцеленных. Пещера и площадка перед ней окамеленная берегом реки, сосредоточение паломничества. Здесь всегда большая толпа народа, пребывающая и убывающая. Молятся, прикладываются, всегда очередь к статуе Богородицы. Многие проводят здесь все время своего паломничества. От пещеры начинается дневной крестный ход. Он проходит на луговую дорогу, огибает ее всю. И появляется на другой стороне церковной площади, у левого крыла лестницы. Здесь он заканчивается благословением больных и народа дарохранительницы со святыми дарами. За несколько времени до начала по всем дорожкам появляются бесчисленные колясочки больных. Постепенно они заполняют всю площадь нижней церкви, выстраиваясь встроенными рядами для благословения. В этой дневной процессе участвуют только монахи и священнослужители. Народ стоит везде по пути ее, скопляясь главным образом по другой стороне церковной площади против больных, тоже ожидая благословения. Впереди идут монахи различных орденов. По два человека не в ряд, а по сторонам дороги, орден за орденом. За монахами тесно в ряд во всю ширину дороги следуют священнослужители разных санов, в полном церковном облачении их несколько рядов. За ними несут четыреугольный балдахин. Под балдахином епископ предносит дарохранительницу со святыми дарами. Когда епископ, обойдя лук, появляется на другой стороне церковной площади. Он выходит из-под балдахина, длинные ряды колясочек тянутся во всю глубину и ширину площади. Епископ подходит к каждому ряду и благословляет его дарохранительницей со святыми дарами. Потом благословляет и весь народ. Епископ идет перед толпой и, останавливаясь приблизительно через каждые десять шагов, благословляет молящихся дарохранительницей со святыми дарами. Во все время дневного крестного хода верующими испытывается молитвенная строгость и благоговение, возрастающее по мере приближения епископа со святыми дарами. В обычную торжественность крестных ходов присутствие множества больных с самыми разнообразными болезнями, ненормальности и искривления человеческого тела, вносит напоминание о кресте Господнем, который несут страдальцы, как жертва за грехи церкви. Больные как бы вопиют к здоровым о необходимости хотя бы некоторого самопожертвования. Истинным лурским торжеством и чудом Пресвятой Богородицы надо почитать крестный ход с зажженными свечами. Он совершает на тот час, как сумеркница. Этому ежедневному лурскому великому празднику, несомненно, чувствуется всем сердцем. К Господам присвоена особая благодать, которую можно назвать лурской благодатью, нигде неповторимой, как и всегда в христианстве, при многоразличии Божьей благодати. Как только начинается меркать, весь город приходит в движение. Это бесшумное радостное движение легко сравнить с движением, происходившим на улицах русских городов при приближении пасхальной заутрени. Все спешат молча, ибо сердца уже горят наступающим Божьим счастьем. И это счастье доступно всем. Кто из русских, даже самых неверующих, не спешит в светлую ночь к пасхальной заутрени? Так и в Лурде. Кто может устоять при зове Пресвятой Богородицы на ее праздник? Вспомним Бернадетту, забывшую все приказания строгого родителя, и бежавшую в назначенный час на свидание к белой даме. Трудно представить более простой и внешне нестроенный процесс, чем вечерний крестный ход в Лурде. Огромная толпа народа, скопившись и заполнив все место около пещеры до луга, начинает двигаться с зажженными свечами, растягиваясь по луговой дороге, обходя всю ее и появляясь на противоположной стороне площади Нижней Церкви, у левого крыла лестницы, ведущей к Нагорной Церкви. Поднимается по этой лестнице, проходит по верхней церковной площади к правому крылу лестницы, спускается по ней и снова вступает на луговую дорогу, во второй раз обходя луг. Голова процессии почти соприкасается с ее концом. Таким образом, вся круговая дорога представляет из себя движущуюся массу людей, сияющую огоньками свечей. Три раза обходит вокруг. Участники процессии идут тесно, почти соприкасаясь друг с другом, не соблюдая никакого порядка, одни спеша, другие отставая. Вся толпа поет старинные песенки басков, то есть здешних жителей с религиозным содержанием. Песенки эти напечатаны на фонариках, продающихся со свечами. Так как процессия растянута на очень большое расстояние, то пение идет по группам. Группа не представляет из себя какого-нибудь встроенного соединения, а просто людей, случайно в толпе оказавшихся рядом. Кто спешит присоединяется к следующей передней группе, идущие медленнее примыкают к группе последующей. Слова песенки поют не все, а только одни или несколько голосов, как бы запевают. Попа громко подхватывает припев «Аве Мария!» ударение по французскому обычаю на последнем слове. И огромное пространство луга, и верхней церковной площади полно радостного ликующего возгласа «Аве Мария!» «Аве Мария!» Священники, быть может, и и пейскопы в своих обыкновенных уличных рясах участвуют в процессии, как рядовые ее члены. Так что католический патор, быть может, идет подле протестантского пастора или американского сектантского проповедника, все подпевают песенком и сливаются в радостном «Аве Мария!» Зрителей нет. Все пространство дороги – плотно движущееся масса. Кто пришел только посмотреть, увлекается общим потоком. И такова благодатная сила крестного хода, увлеченные в движение, также начинает громко восклицать «Аве Мария!» Представители различных классов общества, никогда не смешивающиеся в общежитии, люди самых различных национальностей, приехавшие иногда просто как туристы, говорящие только на родном языке, здесь объединяются в общем приветствии Божьей Матери «Аве Мария!» И слова приветствия Божьим чудом проливают кругом лучи любви. Люди не только поют, но и любят друг друга. И потому не помнят себя от счастья. Это лурская вечер любви. Этот крестный ход, как бы бесцельный, троекратно кружащий по одному и тому же месту, возбуждающий в участниках желание, чтобы он никогда не кончился, подобно апостолу Петру, желавшему на Фаворской горе воздвигнуть вечные палатки, правда, не рассвечен огнями духовных даров апостольских вечерей любви. Все же он истинный духовный дар, благодатно возвращенное невинное детское счастье, дар, сообразный нашему теперешнему состоянию, дар людям, казалось бы, навсегда утратившим всякую невинность, всю детскость и самое понятие о блаженстве. Достигнув третий раз нижней площади церкви, голова процессии не поднимается на лестницу, а заворачивает на площадь нижней церкви. И искусным маневром змеообразно движется по ней постепенно и тесно, заполняя ее всеми участниками процессии. Когда площадь полна, движение прекращается, все обращаются к храму и поют символ веры. В этом окончании крестного хода – великая мудрость его строителя. Строгости догматического исповедания веры разрешается необычайное духовное возбуждение, всех охватившее. Кончается небесное движение, и участники процессии снова занимают свои скромные земные места. Как истинный духовный дар, луртская благодать, коснувшись сердца, потрясает человеческую душу. Для одних это остается как воспоминание о том, чего нет на земле, но что может быть милостью Божией. Для других благодатная потрясенность сердца становится началом возрождения в новую тварь. Лурт творит не только физические исцеления, но и совершает гораздо более великие чудеса духовные. Свидетельствуем здесь. Только шесть дней пришлось нам быть в Лурде. Но видели и знаем о трех духовных чудесах, трех духовных происшествиях с русскими православными людьми летом 1930 года. Это стало известно во всех парижских госпиталях, где находились на издушении русские. Среди туберкулезных был один, который наводил на всех товарищей тяжелое уныние. Мрачно и неумолчно говорила на самоубийстве, как единственном выходе для чахоточных. Больные русские, довольно многофисленные в госпитале, где он лежал, стали просить, чтобы его перевели в другую больницу, где нет русских. Так ужасно он действовал на них. И вот какая-то католическая организация предложила взять его вместе с другими паломниками в Лурд. Эта поездка показалась несчастному больному великолепной игрой судьбы, что он вернется невыздоровевшим. Он ни минуты не сомневался, но поездка дал ему наконец толчок к самоубийству. До сих пор он никак не мог заставить себя уйти из жизни, чего желал от всей души. Через две недели он снова появился в госпитале, но в больницу не лег, а пристроился где-то на стороне. И каждый день из часы приема являлся то в одном, то в другом госпитале. Кто знал его раньше, не могли узнать. Не лидом изменился, болен был по-прежнему, но духом. Он рассказывал о необычайном веселье Лурда, не покидающем его и теперь. И рассказывая от радости не мог устоять, а как бы плясал. Так переходил он из больницы в больницу, всюду оповещая, что с ним произошло. Предлагал лурдскую воду, уверяя всех, что Бог существует и творит чудеса. О себе говорил, что Бог обещал вскоре взять его к себе в вечное веселье, согласно его желанию больше не мучиться на земле. И правда, после трех недель своего проповедания о Боге больным, дважды вернувшись домой, внезапно, однажды вернувшись домой, внезапно скончался, славя Христа и Пресвятую Богородицу. Мой лурдский спутник встретил в толпе у пещеры слепого, который без проводника свободно двигался среди народа. Он оказался русским. И к моему крайнему удивлению, туберкулезным больным, которого за несколько месяцев перед тем я посещал в одной из парижских больниц. Я помнил его бледное безжизненное лицо обреченного. Он был так слаб, что не мог уже говорить. Попросил не посещать его, так как посещение, казалось, ему мешает умирать спокойно. Теперь этот бывший умирающий чрезвычайно обрадовался, встретив меня здесь. Ведь его можно было назвать светущим. Даже слепота не отнимала жизнерадостности, которая дышала все его существо. Он поведал нам, что исцелен от чахотки и надеется на великую Божию милость, исцеление от слепоты. Впрочем, и слепота ему почти не мешает. Он сам нашел здесь себе квартиру, занятие и может себя содержать. Дал обет навсегда остаться в лурде и свидетельствовать перед всеми приезжающими чудо своего телесного и духовного здоровья. В то лето в лурде побывала одна молодая дама, известная своим пристрастием к нарядам, балам, поклонникам. Вернувшись из лурда в Париж, она стала интересоваться только жизнью Церкви Божией. Совершенно изменила образ жизни. И столь не походила на прежнюю себя, что одна ее знакомая, долго ее не видавшая, однажды, послушав, что она говорит, с изумлением наивно воскликнула «Вы были савлом, а теперь сделали с павлом». И это изменение не было случайным и внешним. Прошло уже девятнадцать лет, и она не только никогда не затасковала о своем прежнем житье-бытие, но даже не хочет о нем вспоминать, как о недостойном своего существования. Имея достаток, она скоро расточила его, ревнуя о храме Божием. И теперь с великим трудом, добывая себе пропитание, непрестанно в Бога богатеет. Конечно, она осталась православной, то есть святая Богородица, подавая помощь, не делит христовых детей на католиков и православных. Лурда как бы нарочно противоположен во всем мудрости века сего. Мучающие христианские народы, даже торговля его особенная. Сначала может показаться, что магазины, расположенные на улице, ведущие к святыне, по своей суете похожи на оживление большой русской ярмарки, раскинувшейся в летний праздник у стен всероссийского чтимого монастыря. Но нет, ярмарка всегда занята сама собой, товары, обновки, полезная утварь. В лурдских магазинах, посещаемых богомольцами, нет товара, одни игрушки для детей Божьих, гостей при святой Богородице, кружки для святой воды всякой формы, абажуры для свечей, где напечатаны стихи, расстеваемые на вечернем крестном ходе, статуи лурдской Богородицы, образки самых различных видов и размеров, альбомы лурда, свободное от торжества время, здесь толпятся большие дети, спешат накупить себе и своим родным и знакомым, и знакомым знакомых. Хорошо бы всему мир и людей, подарки от святыни. Кажется им, такова сила здешней детскости, что эти вещицы всем расскажут, воплотят неповторимое нигде лурдское счастье. Явление силы и славы Божией в русском народе, церкви и противление им. Вступление Целый народ, принявший христианство, становится Христовой Церковью, поместной, как именуется Церковью, после Великого Рассеяния, первоначальной, единой иерусалимской общины, и образованием множественности церквей. Таким народом Церковью стал и русский народ, когда Святой Владимир вместе со всеми принял христианство. Каждый народ Церковь имеет своего ангела-хранителя, ангела Ефесской Церкви напиши и так далее. Как было в первый век христианства, в свою Церковь Христос посылает пророков, учителей и апостолов. Позднее церковные люди, утратив способность развлечать Божьих людей, именуют их преподобными, угодниками и прочее. На особых избранников Божьих возлагается венец мученичества. Таинства, духовные дары, знамения, чудеса, сила Божия помогают народу. Эта сила впору благоприятна и является необычайно видимой. Но если народ, имеющий полную свободу в своей жизни, в своем пути, отклоняется от Христовой правды, благодатная сила как бы исчезает. Поговорка «в наш век чудес не бывает, святых нет» и даже о таинствах говорят «действительны, но недейственны». Чтобы понимать и правильно изображать жизнь народа церкви, необходимо наблюдать за всеми изменениями нравственного состояния христианского общества. Ибо эта жизнь, иначе история христианской страны, государство, слагается взаимодействием сил Божьих, добрых и злых дел народа, совершенной любви посланников Христовых, свидетелей верных и противления святым антихристово-духа внутри церкви. В этом главном смысле христианские церковь и государство есть целая и неделимая сущность. Во времена, когда появилась так называемая ученая история, сменившая непосредственность летописца, летописи, историки стали исключать из жизни народа все Божьи дела, находя, что они, как нечто сверхъестественное, не имеют решительно никакого значения для реальной жизни христианской страны. Словом, она тоже, что и не христианская. Эти историки вовсе не веют преображающего влияния святых, а также божьих чудес на жизнь народа, церкви, иначе христианского государства. Иногда, впрочем, для подтверждения своих собственных мыслей они говорят о делах святых, но тогда извращают правду их жизни. Смотри ниже, в очерке, время святого Сергия Раджиничского, толкование историческим историком Ключевским значение святого Сергия как вдохновителя Куликовской битвы. Под словом церковь ученая история стала разуметь нечто отдельное от христианского государства, имеющее будто бы свою особую жизнь. Из раболепия к учености так называемые духовные писатели, духовные по занимаемому имя иерархическому чину, а не рожденный Духом Святым, чтятся изобразить якобы самостоятельную жизнь церкви, вне связи с общей историей христианской страны, и именуют эти свои труды историей церкви. Здесь излагается главным образом указы, распоряжения и биографии иерархических властей. Сухая история монастырей подразумевается, что тот, кто хочет узнать о благодатной жизни в монастыре, может считать потеряки, а также жития святых и прочее. Несчастное состояние общеисторической науки порождает великую путаницу в понимании смысла жизни народа, церкви, христианского царства. Изучая такую историю, люди мрачат свое сознание искажением христовой правды. Чтобы точнее представить себе, что мы хотим сказать, следует вспомнить, что Карамзин, а за ним и все историки, повторяет то же, отнесся к жизни русской киевской земли. По его мнению, кроме княжеских драк, ничего там и не было. Историк не находит слов, чтобы показать ничтожество этого периода русской истории. Он говорит, что ему невыразимо скучно писать о русской земле, и только взято им на себя обязанность написать русскую историю, заставляет его не отказаться от передачи фактов данного времени. Чтобы сильнее оттенить незначительность киевского периода, Карамзин восторженно говорит о великом князе Иоанне III, когда стала крепнуть мощь русского государства. Из дальнейшего нашего изложения выяснится значение киевского периода для русской истории. Но можно и вкратце показать всю несостоятельность мнения Карамзина. Каким образом ничтожное время и княжеские драки могли создать киевский домострой русской земли, то есть то, что люди изучали и любили, и что было выражением их души по учению Владимира Монаха Махом. Все исполнены духом любви к людям, сердечной молитву великого бескорыстия, проповеди, милосердия. Сравнивая этот домострой с московским домостроем Попа Сильвестра XVI века, где царит крайнее скопидомство, ненасытная любовь к вещам и беспощадно жестокое отношение к людям, в особенности к слабым членам общества, женам и детям, то отчасти становится ясно, когда правда Божия сияла на Руси. Домострой XVI века был порождением времени царствования Иоанна III и его сына Василия III в столь нравящихся Карамзину. Но еще глубже Божия правда извращена идеализацией всеми русскими историками и огромным большинством образованного русского общества, личности и значения так называемого культурного императора Петра. В основе жизни русского народа церкви и его великого будущего лежат не события, которые по общему признанию создали так называемую государственность, а затем мощь Российской империи в явлении силы и славы Божией в русском народе церкви. И вот нашей задачей становится изображение трех определяющих всю историю русского народа церкви, иначе христианской страны, иначе русского государства, периода. Мы назвали эти периоды явлениями силы и славы Божией в русском народе церкви. С этими периодами внутренне связана вся история русского христианского царства. Далее мы постараемся выяснить эту связь. Начало жизни русского народа знаменуется княжением святого Владимира и подвигами его любимых сыновей святого Бориса и святого Глеба. Первый период явления силы и славы Божией в русском народе церкви мы заглавили «Солнце Киевской земли». Здесь описывается благодатная жизнь Киева-Печорского монастыря, куда Господь, по слову святого Нестора летописца, собрал святых со всей русской земли, а также показывается преображающее влияние обители на всю жизнь русской земли в течение ста лет с середины XI до середины XII века. К очерку Солнца Киевской земли мы присоединяем картину жизни русской земли, ее святость, ее святение и, наконец, ее гибель. Однако и время самой гибели ее, как увидим, сопровождается частыми знамениями благоволения Божия к русской земле. Частыми. Второй период явления силы и славы Божией время Сергия Радынического. Здесь святые живут не вместе, как было в Киеве, в центре земли, а рассеиваются по стране, ибо в центре антихриста дух постепенно овладевает московским царством и противится святым. К основному очерку мы присоединяем здесь изображение того страшного времени, когда в русской жизни возросли плоды победы антихристового духа над святыми. Третий период в лесных дебрях. Русская земля. Киевское время. Начало радости на Руси. Святая Ольга, приняв христианство, говорила сыну Святославу, не желавшему креститься, «Я узнала Бога и радуюсь. Если ты узнаешь Его, так же будешь радоваться». Она не сказала «Я приняла христианство и очень довольна». Простые слова. Ее слово означает, что ей было откровение. Узнать Бога нельзя, если Он сам не откроется благодатно. Она узнала Бога и получила от Него духовный дар, подобно первоначальным христианам, выходящему из купели, свыше давался какой-либо духовный дар. Духовный дар Святой Ольги выражен ею в слове «Я радуюсь». Радость Божия исполняет сердце счастьем, не от мира сего, весельем неизъяснимым. И сердце хочет, требует, молит, чтобы и другой испытал это, нигде на земле не находимое чувство. Радость Святой Ольги прибудет с ней до ее кончины, ибо она святая, рождена свыше, и ничего от этого у нее быть не может. Духовная радость Святой Ольги и пожелание ее такой же радости сына было пророчеством не только для ее внука Святого Владимира, но и для всей Киевской Руси его времени. Народ называл Святого Владимира «Красное солнышко». Следует понять это наименование не как символы и лесное прозвище, а как святую правду. Владимир являл собой на Руси то незаходящее солнце, которое на мгновение, девять веков спустя, показал Матавилову Святой Серафим, сияющий лик Божьего Света, преображающий все кругом. На заре жизни великого народа, принявшего христианство, чтобы укрепить его в вере, соединить разрозненные, ничего общего не имеющие племена, первовиновнику святого события даровано было сиять на всю страну Божьим духовным светом. Вот тайна княжения святого Владимира. Отсюда всеобщее стремление к Киеву, отсюда у народа такая любовь, оставшаяся до позднейших времен к матери городов русских. Без лика Владимира христианский Киев не существует, так же, как и без Киева-Печорской общины. Ученые истории описывают княжение святого Владимира реально, как и всякое другое, совершенно беспомощно бросить хоть малейший луч на то, что тогда было. Невозможно понять это время, не представляя себе, что делает с душами людей непрерывно действующая Божья благодать. Сами историки удивляются, откуда у жителей русской земли, не имеющих никакого представления о государственном единстве, появилось общее чувство, например, печали, о нем князе или об этом каком-либо событии плакала вся русская земля, часто повторяют летописы. Или восклицание на вечи, общее во всех городах русской земли, братья мои милые, или еще изумительнее, каким образом народ не задал для того язычник и злой месть Ольги, мог так почувствовать убийство Бориса, что стал чтить его память святой, ведь Борис и Глеб отказались от защиты. Такие чувства, которые явили Борис и Глеб в язычниках, вызывают своего рода отвращение, как нелепость в безумии. Только проникшиеся до глубины Христовой правды душа могла сочувствовать Борису и его великому добру. Время святого Владимира не было реальным, оно было чудом. Что может быть правдивее и более соответствовать духу христианства, как то, что народ, приняв крещение, получает от Бога, видимо, даром, еще не заслужив уверения в силе Божией и приобщается его славе. История, изображая христианина Владимира, смешивает его с Владимиром Язычником. Говоря о его любви к перам, она ничего не говорит, что такое было его духовное веселье. Историкам кажется, что разница в перах святого Владимира христианина и язычника только в том, что перы христианского времени стали приноравливаться к чтимым праздникам, преображения и прочее. Самого святого Владимира на перах не видно. Так ли он упивался и веселялся, как и тогда, когда был язычником. Но если мы знаем, благодаря письму митрополита Никифора к правнуку святого Владимира, Владимиру Мономаху, как этот последний, даже не святой, держал себя на перах, то, конечно, и прадед Мономаха, святой, был столь же, если не более, свято гостеприимен. Что говорить такому князю, который других любит готовить обеды обильные, а сам служит гостям? Другие насыщаются и упиваются, а сам князь только смотрит на яство роскошное. В том материальном, что делал святой Владимир, невозможно не видеть чуда. Первое, чем стали отличать его пиршества от прежних, это как бы их вселенскость. Как Христос сказал, если хочешь угостить, то зови нещель с дороги. Так святой Владимир, кроме обычных участников дружины и горожан, велел каждому нищему, убогому приходить на княжеский двор, брать кушанье и питье, деньги из казны. Но больные и слабые не могут доходить до моего двора, говорил он. И телеги, груженные всякой яствой, в изобилии, медом, квасом и в бочках, весь день ездили по городу, разыскивая по всем трущобам слабых и больных. Чтобы в течение десятка полтора лет всем раздавать из казны и всех богато кормить, необходимо поверить в неиссякаемость казны и в чудесное изобилие плодов земных. Если не в таком соотношении, то все-таки воспоминание о времени, когда пять тысяч насыщались пятью хлебами, невольно остается в памяти. Но не только милосерден, святой Владимир был и милостив, он был неимоверно милостив, говорит летописец. Когда греческие епископы, верные духу византийской безжалостности и неверные Христу, епископы первых времен империи, принявших христианство, укрывали преступников и не давали их казнить. Спрашивали его, почему он не казнит разбойников. Он ответил, как всегда отвечает посланник Христов на такие вопросы. Бога боюсь. Есть упоминание в летописи освещающее дело милости святого Владимира. Разбойник Могут, пойманный и приведенный в Киев, покаялся во дворе митрополита. Не то же ли самое мы знаем о последствиях милости святого Феодосия и других печерских святых? Покаяние преступных людей после милости к ним. Через сто лет Владимир Манайолмах верный своему святому прадеду скажет в поучении к детям по учении старшим настольной книзой домостроем жителей русской земли. Не убивайте ни правого, ни виновного, ибо жизнь христианина священа перед Господом нашим. Изображенные нами, а также и другими, качества первого святого человека русского народа, церкви, стали славными качествами как бы примером для жителей русской земли. Когда христианский летописец характеризует последующих князей, он не сравнивает их с характером святого Владимира и его временем. Но невольно удостоверяет, что качества ему противоположные всегда приводят к худу, а сродные — ко всеобщему согласию. Назовем, например, удаль, столь свойственную викингам, у святого Владимира ее вовсе не было. И удаль исчезает из русской земли. Только через 200 лет удаль появляется снова, знаменное собой вырождение Киевской Руси, возвращение к изычеству древних викингов, виновник поражения князей в битве с сатарами при Калке, то есть гибели русской земли, звался Мстислав Удалой. Святой Владимир не хотел ничего завоевывать, а только защищал русскую землю, построил ряд городов, укреплений по рекам, оборонительную линию против степных врагов. И защита русской земли становится добродетелью русских князей, всякая же другая война их изменой своему долгу. Черта Владимирова «все раздавая, ничего не прятал, не копил богатство» стало звучать великой похвалой в устах летописцев при характеристике ими разных лиц. Начало терпения крестной добродетели русского народа церкви. Время Владимира Святого было празднование народом церкви воскресения Христова. Это еще церковь торжествующая. Но путь в церкви безнесения креста невозможен. И вот тотчас, после кончины святого Владимира, Христос призывает двух его любимых сыновей, Бориса и Глеба, запечатлеть в сердцах недавно крещенного русского народа, еще не знаемую им истинную необходимость креста Господня. Борис родился после крещения отца. Он был необычайно кроток и добр, истинный наследник святого княжения. Борис светился царский, говорит летописец. С великой надеждой смотрела на него русская земля и ждала. Борис находился далеко от Киева, когда умер Владимир. С ним вместе была дружина его отца. Дружинники предложили князю занять престол киевский. Борис знал, что в Киеве все готовы к его приезду, но ему донесли так же, что брат святополк желает княжить и замышляет против него недоброе. И Борис ответил, не подниму руки на старшего брата и отпустил дружину. Убийцы приближались, но Борис не тронулся с места. Он читал за утренню, когда они подошли к шатру. И когда кончил молитву, безбоязненно лег на постель. Друзья святополка ворвались в шатер, убили верного оруженосца и копьями пронзили спящего. Еще живого положили на телегу и повезли. Узнав, что Борис еще жив, святополк прислал двух варягов. Ударом в сердце они поразили князя. Глеб плыл по Днепру, направляясь к Киеву по приглашению святополка. Получив от брата Ярослава из Новгорода уведомление об убиении Бориса и грозящей ему смерти, он не только не стремился бежать, но уговаривал приближенных не сопротивляться убийцам. Брошенное под колодой в лесу тело зарезанного Глеба было найдено через некоторое время нетленным. Не все убитые мучимые причисляются к лику святых. Третий брат Святослав бежал от святополка, но в Карпатах был настигнут и убит. Конечно, и он безвинно пострадал, и на небесах нашел уготованное ему место от Бога. Но святой мученик призван на земле прославить Господа, он приемлет образ Агнца, взявшего на себя грехи мира. Он никуда не бежит от гонителей. Дух Святой учит и помогает ему, радуясь идти на встречу готовящемуся мученическому венцу. В то же время Дух Святой раскрывает внутреннему зрению верных членов Церкви, сияющую любовью к ближним, душу мученика Христова. Проникаясь глубокой жалостью и сочувствием к мученикам, члены Церкви начинают испытывать необходимость и своего креста. Это сознание непреложности креста Господня приводит Церковь к ее трудовому христианскому пути. Святое терпение первых мучеников крещеной Руси стало началом терпения из всего русского народа, основной его добродетелью. Терпение и его способность внешне жизненно уступать другим, внутренне же гореть любовью ко Христу и к людям, ибо за решимость уступать дается Христом радость, любить Его и всех. Ты познал тайну терпения моего и за это раскрою перед тобой дверь, ее же никто не затворит. Вскоре после первых мучеников летописец уже отмечает благотворное влияние на состояние всей земли русской, отказ от своей полной победы над Ярославом и его братом Стислава Владимировича в 2023 «Садись в своем киеве ты старший брат, а мне будет та сторона черниговская, добрые последствия этого благородного, а не святого, ибо все-таки войной добыл ту сторону, уступка, дают возможность летописцу приветствовать его следующими высокими словами и начали жить мирно в братолюбстве, перестала усобица и мятеж, и была тишина великая в земле. Хотя благодать радости исполнявшая крещеный народ в княжение святого Владимира отошла, церкви надлежало идти своим трудовым путем. Жизнь Киева, а за ним и всей русской земли, не стала менее одушевленной. Киев незаметно это одушевление в Киеве и в других больших городах приняло тот материальный оттенок, который присутств жизни большого города. Здесь как бы воплотилась истина Христа. Злой дух во времена Владимира великим присутствием ангелов, удаленный в пустынные и безводные места, теперь вернулся и, найдя дом выметен от изыщества и чистым, то есть высоко христиански настроенным, но уже без достаточной защиты ангельской, ибо сам народ должен научиться борьбе. Злой дух приводит с собой семь злейших духов, соблазны христианские, и тоньше, и гораздо сильнейше, чем языческие. Иностранные писатели называли Киев соперником Византии, это значило тогда второй город мира по блеску, по красоте, он имел в это время 400 церквей. Бесчисленное количество византийских мастеров, нахлынувших после принятия христианства, непрерывно украшали его. Лучшие зодчие воздержали великолепные палаты, откуда потом нередко слышались музыка, пение. Ярослав построил каменную крепость и изумительный Софийский собор. Храм внутри был украшен драгоценной мозаикой, стенописью, фресками, а лестницы на хоры, шедшие снаружи, были расписаны картинами светского содержания, княжеская охота, народное гуляние и прочее. До сих пор в старинных могилах и кладах Южной Руси находят относящиеся к тем временам вещи золотые и серебряные, часто весьма художественные работы. Уцелевшие остатки построек 11-12 веков в старинных городах Киевской Руси храмов с их фресками, их мозаикой поражают своим мастерством. Как вторая Византия, вернее сказать добрая Византия, Киев вмещал в себя конечно массой иностранцев не только для торговли, торговля со всей Европой, но и как богатая и влиятельная столица. Даже посольство папы, утвердившее в Византии разделение церквей, на обратном пути следовало через Киев. То, что три дочери Руслала были замужем, одна за французским королем, другая за норвежским, третья за венгерским, два его сына были женаты на немецких книжах Всеволод на царевне греческой говорят о постоянных сношениях даже с отдаленными царствами, о великих посольствах, о путешествующих принцах, о постоянной смене иностранных важных и прочих гостей, значит, о шумной волнующей жизни, привлекательнейшего по своей интересности большого города. Что связь с иностранцами была тесна и жива, свидетельствуется и тем, что сын Ярослава Всеволод, никуда не уезжая из Руси, говорил на пяти иностранных языках, это сообщает его сын Владимир Мономах. Конечно, говорили и другие. Киев того времени можно назвать просвещенным европейским городом. В самой Европе просвещения было очень мало. Об Ярославе сказано, что он страстно зело любил книги, читал их днем и ночью, собрал великое множество писцов, они переводили из греческого на славянский, масса книг ими переписана. Ярослав открыл, значит, целую фабрикацию книг, по нашему книгопечатню. У него были для общего пользования большие библиотеки, но и многие тогда собирали библиотеки. Сын Ярослава, Святослав Черниговский, имел редкое собрание книг, две остались до сих пор. Почти не сохранилось произведение изящной словесности, это понятно, переписывали монахи в монастырях, и столетия в столетие передавались в списки рукописей, постепенно и склевая, заменялись новыми, и, конечно, художественная литература пренебрегалась, но потому, что осталось слово о полку Игореве, найдено только в конце 18-го столетия, когда появились любители изящной словесности, Письмо Владимира Мономаха к Олегу летописи киевского периода Печерский Патерик показывает необычайное совершенствование языка. Такой язык не мог явиться случайно только в данных произведениях, но вырабатывался поколениями мастеров словесности. Не превосходя Византию образованностью, Киев превосходил и добрыми чувствами. Киевляне не только не терпели византийской жестокости, Ярослав рассорился с греками за то, что они выклали глаза шестистам пленным русским, но и не выносили вообще в судебных приговорах телесных наказаний. И вот Ярослав приказал составить судебный сборник по византийским источникам, но все греческие статьи наказаний, обыкновенно наносящих членовредительный характер, отрезания ушей, носов, рук, ног и прочее, заменил по-русскому обычную штрафами. Сборник был назван русской чтобы знаменовать отличие от византийской антихристианской свирепости. Как говорит один историк, византийское законодательство очень любило телесные наказания как средство судебного возмездия и заботливо его разрабатывало, осложняя физическую боль уродованием человеческого тела, ослеплением, отсечением рук и ног и прочее. Наименее приличное духовному пасторству оно все-таки было допущено в практику церковного суда. Иногда оно принимало издевательский характер. Так, например, женщину, вышедшую замуж за своего раба, остригали и секли. Впрочем, практика выкалывания глаз и других уродований своих, ближних, в широких размерах применялась по всей Европе. В этом отношении русская земля не только отличалась, она даже была как бы непонятна для тогдашней христианской Европы. Западные писатели делятся мягким нравом восточных славян, то есть русских, еще даже до принятия ими христианству. При Ярославии единственный раз до нескольких столетий был нарушен обычай. Мы не находим более подходящего выражения. Поставление, благословение русского митрополита непременно греческим патриархом избрание русского митрополита при Ярославии Мстиславе 1448 год собором епископов окончилось неудачей. Этот обычай сделался как бы неким священным началом и сохранился до 1450 года, когда Византия вступила в унию с Римом и сношения с нею прекратились. Верность этому обычаю трудно понять. По преданию святых отцов каждая церковь сама себе избирает епископа. Кроме того, русские, конечно, видели порочность византийцев и их епископов. Это не высказывалось открыто, но моментами невозможно было сдержать истинных чувств, как у летописца читаем. Этот епископ был грек и потому лукав, как бы безапелляционной прижило горящего сердца всей византийской, негреческой, ибо греками были величайшие учителя церкви, нации, то есть греческому вырождению. Но и сами византийцы иногда показывали лицом к лицу свое удручающее духовное безобразие. Почему же русские сохраняли верность греческому патриарху? Это свойство русской церкви послушание, превосходящее, переходящее в терпение. Так повелось в крещении Руси изначало быть под греческим патриархом. И вот нет человеческой решимости нарушать обычаи. Церковь народ ждет суда Божия. Тут сам Христос и его святость. Трости надломлены не переломят и льна курящегося не загасить. Если это особое послушание самому Христу, верность его терпению, то как понять нарушение этого послушания при Ярославе собором епископов, самостоятельно избравшем первого русского митрополита Илариона? Святость дел Илариона показывает, что Ярослав и епископы при избрании этого русского митрополита исполняли волю Божию. Тогда необходим был Иерарх духовно независимо от византийской иерархии. Ему надлежало напомнить русской церкви истину, забытую византийской иерархической властью, не книжной, а духовно, именно о цели христианской жизни. Иларион проповедовал ее в сохранившемся и до наших времен слове о законе, данном через Иисуса Христа. К этому слову была присоединенная Иларионом похвала князю нашему Владимиру, живая иллюстрация к слову. При святом Владимире, когда благодать Божия все разрешала милостью, закон не был силен. Когда же особая, дарованная Владимирову времени, благодать отошла, христианин, призванный к власти, снова обратился к закону как наиболее легкому способу, припосредстве насилия, всегда сопровождающего исполнение закона, пресекать преступную волю. Закон с насилием опять, как в Ветхом Завете, стал над благодатью и отстранял милость. Хотя Ярослав, из-за в русскую правду избавил русских от жестокости византийских судебников, принесенных греческим духовенством, однако и ему, и, конечно, всем русским, необходимо было помнить, что цель христианской жизни есть стяжание Божьей благодати. К этому должен быть направлен жизненный и молитвенный труд всякого крещеного человека. Истижавшему благодать Господь дает силы исправлять людей, приступающих закон, как сказано было во времена святого Владимира. Разбойник Могут покаялся во дворе митрополита. При помощи Божьей история сохранила это одно имя, как знамение тогдашних дней. Мы знаем, что монахи и священники в Константинополе первого века империи, принявшие христианство, всячески старались отнять у закона его добычу. И на своих дворах, пользовавшись неприкосновенностью и правом убежища, применяли к нарушителям закона благодатное лечение. Но не только для того, чтобы напомнить судям об истине Христовой появилось слово о благодати митрополита Илариона, но и для того, чтобы обличить жизнь киевской земли времен Ярослава. Великая блудница, большой город, раскошествовал и копил большие богатства, несмотря на ученость и другие качества, как бы высоки, мы знаем, высокие. Мы знаем, что Ярослав далеко не был так почитаем в народе, как его отец. Сказано, что Ярослав любил церковные уставы, увлекался до страсти книжным просвещением, но ничего не сказано, любил ли он ближних. Слава летописца Ярослав насадил сердца людей книжными словами, заключали в себе неведомо для самого летописца скорбную иронию. Мы, люди, при рафинированных времен образования трагически познаем, что значит сердце, насыщенное только книжными словами, а не теми, которые вправду должны быть свойственны сердцу. Мы знаем случаи недоброты Ярослава, своего брата Судислава, он 22 года держал в тюрьме, и Судислав был выпущен после смерти Ярослава его сыном Изиславом. Ярослав приказал убить в Муроме сына Добрыни Константина до своего княжения в Киеве, он в Новгороде отомстил за убийство варягов, признанных им на службу, награбивших новгородцев. Заманил хитростью более тысячи граждан на свой двор и приказал их убить. Потом плакал, не потому, что казался в убийстве, а потому, что Киев занял святополк, убивший Бориса Глеба и Святослава и угрожавший Ярославу. Ярослав плакал, потому, что убитые могли бы помочь ему в борьбе с святополком. Впрочем, новгородцы сами простили Ярослава убийство родных и помогли ему. Ярослав и те, которые стояли во главе страны, были уже невеликими христианами. Чуткость народа, знаменовав его отца святым, назвала Ярославом мудрым качеством иного порядка. Судебник русская правда, отказавшийся от византийских жестокостей и наказания, по характеру своему далеко не стоял на высоте христианской. Тогда свободные неимущие люди могли легко лишиться свободы и стать рабами. Впрочем, необходимо заметить, тогдашние владельцы никогда не были жестоки к своим рабам. Под конец жизни было принято всех отпускать на волю. Раб не терял своего человеческого достоинства. Это характерная черта уроженцев тех времен, в противоположность понятиям господ поздней России. Имущество, собственность, богатство русская правда Ярослава оберегала более чем людей. Один историк, исследовавший характер русской правды, говорит, что основанием ее был большой торговый город. Зверь, материализм и великая блудница, дух большого города, всегда побеждают людей, когда Господь хочет, чтобы некоторые времена христиане трудились без его особой помощи. Но видит Христос прирожденный доброту людей, их способность каяться, знает, что в самой глубине души своей его, а его они предпочитают земному благодельствию и спешить на помощь любящим и любимым. Митрополит русский Иларион с его словом о благодати был вестником этой помощи. Еще будучи священником в Берестове, он выкопал ту пещеру, в которой поселился вскоре святой Антоний Печерский. Таким образом, Иларион был первотружеником святой общины Печерской. К этому великому явлению Божией благодати на Руси мы теперь и обратимся. Солнце русской земли. Тогда в центре русской земли, как называли Россию в киевский период истории, в Киеве сияло Божье чудо, и на сто лет было остановлено победное шествие зла, доброта торжествовала над злобой. Святой летописец не старпосланный Господом свидетельствовать о святой общине Печерской, ибо о существе святой жизни может говорить только посланец Христов, свидетель верный, знаменит, что Господь собрал в Киевскую Печерскую обитель таких людей, которые сияли в русской земле, как светило небесное. Исключительная замечательность этого явления Божией славы и силы доселе небывшего и после неповторявшегося в русской церкви в том, что не одинокий святой, как обычно послан был в церковь, а целая община, совершенная апостольская церковь, великая милость Божия, предзнаменована имя Града Божия Нового Иерусалима. Главное свойство совершенной общины церкви в том, что как солнце не может не светить, так она распространяет вокруг себя утешение любви. Сказано в деяниях апостолов, она была в любви киевляне за ними и вся русская земля дышали, видели, наполнялись счастьем братской любви, в которой пребывала святая община. О блаженстве быть тогда членом печерской общины, так говорит епископ Суздальский святой Симон, бывший инок этого монастыря. У меня грешного епископа Соборная церковь во Владимире, красота всему городу, а другая Суздальская церковь, которую сам построил, наша худость. Но видит Бог всю эту славу и власть я счел бы за ничто, если бы мне только хворостиною быть, пришлось торчать за воротами или ссором валяться в печерском монастыре и быть попраны людьми или сделать одним из коллег, просящих милостыни у ворот лавры. Это, конечно, не пустые слова. Это вопль сердца истасковавшегося по блаженству, которым исполнена была жизнь печерской общины. Покидая монастырь, как мы видим из данного свидетельства святого Симона, человек лишался этого монастыря. Одинокий святой мученик, святой среди святых, царственно счастлив. И так, по свидетельству святого Нестора Господь сам основал печерскую обитель. Чтобы оттенить эту мысль, Нестор пишет, другие монастыри основываются князьями, богатыми или людьми благочестивыми, в эти монастыри люди приходят по приглашению основателей или руководимые каким-либо благочестивым или иными, например, скорби по умершим близким чувствами и соображениями. Чтобы доказать, как собираются люди по воле Божией, вводимые духом святым, Нестор говорит, было повеление от Бога игумену монастыря на Афоне, ей первоначально подвязался святой Антоний, отпустить Антония в Россию. И вторично, после возвращения Антония на Афон, вследствие междоусобия в Киеве, когда святополк убил святого Бориса, было извещение от Бога снова послать Антония в Россию, ибо там он необходим. Когда Антоний, обойдя монастыри в Киеве, ни в одном из них не поселился, святой Нестор утверждает, так было угодно Богу, ему надлежало поселиться в пещере. Еще сильнее сказано святом Феодосии, ни в один из монастырей в Киеве его не приняли. И Господь привел его на место, куда он был призван Богом еще от своего матери, в пещеру к святому Антонию. Знаменателен разговор между святым Антонием и святым Феодосием. Когда святой Феодосий постучался к святому Антонию, прося принять ее, Антоний стал говорить о трудности пещерной жизни. Но Феодосий, как бы напоминая нечто данное, Антоний известный сказал, ты знаешь, что привел меня к тебе Господь. И Антоний немедленно принял его. Имеющий Духа Святого точно смолкает со своими мнениями, узнав о брате такого же, как он рожденного свыше Божьего избрания. Только воистину имевшие Духа Святого могли отнестись к таинственному пострижению ангелами Пимена многоболезненного, так как отнесся к этому чудо игумен Печерский с братьями. В монастырь родители привезли сына, болеющего с детства, надеясь на его исцеление. Желание же сына с юных лет было пострижься в монахе. Ночью родители со слугами спали около сына в отведенной им комнате. Вдруг фоят ангелы в образе игумена монастыря с братьями и, подойдя к больному спрашивают «Хочешь ли, чтобы мы постригли тебя?» Больной, который все время молился об этом, с радостью соглашается. Тогда они начали предлагать вопросы, совершая все по порядку, как говорится в уставе единоческого пострижения. Облекели его, и затем в мантию куколь, нарекшую его пименом. Предсказали, что он будет болен до смерти, и выздоровление послужит знамением кончины. Они лобзали его и ушли. Никто этого не видел, кроме больного. Родители и слуги даже не проснулись. Между тем, братья, услышав шум и как бы пение, думали, что больной приставился. Но придя, нашлись всех спящими. Больной же был радостен и обречен в иноческую одежду. Он убирал, что егумен с другими постриг его. Волосы же его взяли с собой и ушли в церковь. Волосы действительно нашлись в запертой церкви на гробе святого Феодосия. Тогда рассказали обо всем игумену, и тот, удивившись, начал тщательно искать, кто бы мог пострить больного и не находил никого. Тогда всем стало понятно. Сказано в Патерике, что пострижение совершилось по промыслу Божию через ангелов. И игумен с братьями признали излишним творить новое пострижение, вменив в уставное пострижение то, которое было совершено невидимыми никому ангелами. Приняли и имя данное ангелами Пимен. Можно спросить, какой архиерей или игумен последующих времен русской церкви решился бы поверить больному, что его постригли ангелы, и без пострижения церковного признать его иноком. Только люди, получающие всегда и всем уверение во всем уверении от Духа Святого, живущие в Духе, могли так поступать. Имеющие Духа Святого знают волю Божию и творят должное. Так Святой Никон смело и строго отвечает князю, гневающемуся на Печорскую обитель за пострижение Ефрема, приближенного князя, и варлаама, сына одного боярина. Я постриг их благодатью Божию по повелению Господа Иисуса Христа главы церкви, призвавшего их на этот подвиг. Свидетельство Святого Никона Ее непосредственное подчинение через Духа Святого главе Церкви Христу. Непосредственно подчиняясь Христу, она всегда свободна от всяких земных произволений, скажем, от иерархического начальства, от царственного влияния, от кого бы то ни было. Но внутри себя она свободна, каждый член Церкви творит свое, ему одному известное, от Духа Святого. Как сказано Христом, побеждающему дам новое имя, его же никто не знает, кроме того, кто получает. И в то же время все согласны между собой великою любовью братьей друг к другу. Каждый брат любит другого и благоговеет перед ним, как носителем особой благодати Христовой, дарованной этому брату. Если есть в такой общей и слабой, быть может, только кажущейся таковыми, то чтобы явно было видимое всему миру любовное пописление братья к немощному, ибо не обличением, а любовью истинной христиане спасает ближнего. Про Игумена Печорского святого Феодосия может сказать, что он больше охранял свободу братьев, чем проявлял власть. Чтобы убедиться в этом, достаточно назвать причину, по которой он был избран братьей. По кротости и смирению он был меньший из всех и всем служил. Он был даже не добрый властитель, для образ добрых дел. Если поднималась в монастыре какая-нибудь спешная или иная работа Игумен Феодосии, вместо оповещения братья сам первый шел работать, и, видя его, спешили разделить с ним труд и вся братья монастыря. По житию святого Никиты можно уразуметь, как чтилась в печерах свобода брата, и как в то же время любовь братья спасала брата духовно заблудившегося вследствие свободы. Святой Никита, будучи еще молодым,